Здесь нас собрала борьба за наш новый ГЗОД, за ГЗОД Шейна. Российский комитет рабочих его одобрил в 95-м году. Надо останавливать производство против той реформы, которую сейчас принимают. Не надо останавливать на сутки, на час. Мы вот по кодексу, в борьбе за этот кодекс, мы останавливаемся всего на 3 минуты. На 3 минуты. Но все Сормула знала, что чего-то значит на Сормуле не в порядке, чего-то там они делают. Мы гудели. Каждый в цеху, кто принимает участие, 3 минуты. Остановка производства, гудки и большой заводской гудок. Остановка производства, гудки и большой заводской гудки. Оставка производства, гудки и большой заводской гудки. Штарские требования. Танцы избавляет на сайте» Оставка производства, гудки и большой заводской гудки. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка устава партии, принятие устава партии, потом небольшой перерыв, далее предлагается решить вопрос по программе партии, вот обратите внимание, здесь небольшое изменение по повестке дня, то есть в начале выступления Михаила Васильевича Пакова по проекту программы партии, а только после этого, естественно, уже в движении кандидатов обязательное голосование по выбору руководящих органов. Принятие программы, после этого, я еще раз повторюсь, голосование руководящих органов, потом обеденный перерыв, и после обеденного перерыва обсуждение вопроса о том, как нам прийти свою работу, в том числе в условиях и нового законодательства, и в жилье того, скажем, было можно связано с нашей работой среди пенсионеров, среди уличных термокусов, среди различных правов общества. В принципе, а возражение есть по такой повестке дня? Да, по всей. Возражение у вас, да? Да, пожалуйста. Олег Васильевич, вообще говоря, в честь день партии всегда начинается с программы, потом с устава, то есть базовые документы обсуждаются, обсуждаются, а потом уже учреждается партия. Мы не можем учредить то, под чем это основы. Договорились. Значит, ваше предложение... Программа устав учреждения. А потом выборы всех органов. Хорошо. Это предложение принимается. Если нет никого, кто упал, то уже против этого предлога нет. Нет, да? Тогда, если никаких других реплик у нас нет, то за то, чтобы проголосовать за такой порядок работы сегодня нашего съезда, прошу поднять мандат. Спасибо. Значит, уважаемые, товарищи, мы один рабочий орган, а именно президиум съезда уже исправили. Ввиду того, что Сергей Анатольевич Ковалев, представитель правосоюза за рейтиспейшера, сегодня находится за пределами Москвы, прошли некоторые корректировки. Я думаю, правильные изменения. Потому что одной из наших программных позиций является в том числе и развитие равноправия между мужчиной и женщиной. Есть предложение избрать другие поддерживающие органы. У вас они имеются на руках рейтиспейшера. Мандатная комиссия составит Петров, Строенко, Красова, Тимофеев, Клотников, Харидонов, Осипов. Это предложение организационного комитета. Эти люди, кстати говоря, уже осуществляли регистрацию кандидатов по мере того, как люди подъезжают. Поэтому у кого-то будут возражения против указанного состава мандатной комиссии? Нет? Нет возражения, да? Кто за то, чтобы проголосовать? Такой состав комиссии, прошу, проголосовать. Спасибо. Значит, секретариат. В секретариат предлагается небольшая корректировка из трех человека и двух человек. Значит, в составе Полюковой от Соцпром и Мишиной от Солидарности. Замечания по составу секретариата? Не будет. Я выражу голосоваться, я подумал о замечании состава секретариата. Кто за такой состав секретариат, прошу, поднять мандат. Спасибо. И регистрационная комиссия в следующем составе. Попов Михаил Васильевич, профессор Санкт-Петербургского университета. Черны, Солидарность, Дюйзин, Соспром и Памечный Союз. По программной предпоединенной реализационной комиссии возражения и дополнения будут, нет? Пока не будет. Хорошо проголосовать. Безусловно. Спасибо. Уважаемый товарищ, нас всех, как известно, объединил в первую очередь вопрос к удалову кодекса. И именно повернутые проблемы способствовали в прошлом году консолидации соборных процессов России. Когда мы здесь, в этом же здании, проводили первый наш совместный за все 90-е годы съезд. Это было, все помните, в июне месяце. И когда мы сформировали общую, единую программу, наши общие, единые цели, с тем, чтобы не допустить снижения правовой защищенности работников, чтобы не допустить снижения заработной платы, чтобы не допустить расширения возможности увольнения, чтобы человек чувствовал себя на своем рабочем месте и уверенно мог нормально трудиться и мог ощущать себя именно хозяином своей собственной страны, а не в почебном работе. Как известно, к сожалению, новый трудовой кодекс был принят. И нам совершенно четко дает понять, что только на профсоюзной пространстве мы не сможем эффективно отстаивать наши общие интересы. Это имеется законодательство. Оно имеется таким образом, чтобы рабочий человек не мог отставить свои права и интересы через суды и через запасовки. Причем слово «рабочий» я здесь имею в виду в широком смысле слова. Это не только непосредственно человек, который занимает физическим трудом, но и учитель, и врач, и работник культуры, и инженер, то есть любой трудитель. Соответственно, для нами возникла задача решить политические проблемы. Причем гораздо более широком смысле слова, чем только наши, собственно, трудовые и профсоюзные вопросы. Потому что вопрос по защищенности работника – это вопрос о возможности действия, свободного действия, реальных профсоюзов, созданных на местах. А вопрос о свободе действия профсоюзов – это вопрос по политической демократии в стране. Это вопрос о активности людей, которые действительно могли как-то объединяться, солидаризироваться и совместно действовать за счет своих общих интересов. Причем надо понимать, что 2002 год, который мы сейчас начали, это год достаточно серьезных экономических трудностей, когда, так называемый рост заработной платы, отличный правительству, оказался ничем не гарантирован. Пошли повсеместные, тотальные задержки по заработной плате и среди учителей, и в системе здравоохранения, и в системе коммунального хозяйства – то есть совершенно очевидно, что и с неместной власти нет в состоянии платить среди заработных людям, потому что тем более они нет в состоянии поплачивать, считая энергетическим. Поэтому вся страна, вся Россия в этом году сталкивается с очень серьезной проблемой. И в этих условиях совершенно очевидно, что общество начинает быть востребована. Та организация, которая не просто будет на словах говорить, что необходимо оставить интерес к народу, а которая будет прорваться снизу из самого народа, и интересы этого народа будут ее собственными интересами к этой партии. Вот принципиальное отличие того объединения, которое мы сегодня создаем, от других, заключается в том, что мы создаем его снизу. По большому счету, все сегодняшние политические партии в стране – это московские партии, которые в своей основной части осуществляют перераспределение неких финансовых потоков, какого-то влияния политического между собой, и которые просто спускают на места директивы. Наши профсоюзы строятся совершенно иначе. Невозможно ли стать в профсоюз с ним. Наши организации строятся снизу. Любое движение людей, любое движение трудящих, любое правозащитное движение – рабочие, уличных торговцев, учителей, пенсионеров, студентов – оно всегда строится снизу. Это принципиальное отличие нашего объединения, нашей тренируемой партии, от любого другого. Более того, существующие сегодня политические партии строятся практически исключительно под выборами. Совершенно очевидно, что наша работа с выборами связана постройку, поскольку мы, безусловно, будем принимать участие в выборах. Более того, у меня есть уверенность, что при нормальной работе мы сможем принять и 5-процентный парьер, и 10-процентный парьер, потому что в стране существует колоссальный вакуум той политической силы, которая бы действительно помогала людям судить при отключении коллективной энергии, выдвигать инициативу за повышение заработной платы, и через запасы, через коллективные акции, протесты, через переговоры добиваться, чтобы эта заработная плата реально росла. Политическая сила, которая бы номеровалась, именно, еще раз это подчеркну, снизу, которая бы не позволяла универматам раздавить мелких кучных торговцев, которая бы добивалась прогрессивных пенсионов законодательства, и не просто в общих чертах, а исходя из совершенно практических, конкретных целей, поставленных самими пенсионерами, и мы эти вещи можем попритизировать сегодня мы и на сейси, сделаем обязательно. Поэтому у нас есть совершенно колоссальный класс работы, очень неосвоенный. И мне кажется, что критерий может быть хотя бы только один пример. На выбор в предыдущую Государственную Думу по одномандатным отругам партийные кандидаты получили голосов меньше, чем кандидаты независимых. То есть общий существующим политическим партиям в своей частности не дверей. Соответственно, есть и колоссальные ресурсы, колоссальные возможности для развития. Какие знамена мы стоим? В первую очередь, если говорить немножко образно, мы являемся партией заработной платы. Потому что именно нормальная, хорошая, высокая заработная плата позволяет обеспечивать и нормальную, высокую, хорошую персию. Персия – это налог на заработную плату. И нормальное очисление в фонд здравоохранения, чтобы больные не приходили с лекарствами в больницы и не приходили туда с простынами. Это в том числе и насыщение фонда социального спракования. Это в том числе и нормальная предварительность труда. Потому что на ней не может быть высокая предварительность труда при низкой заработной платы. На ней не может развиваться экономика, если человек чувствует себя зависимым образом, которого выкинут в любой момент с работы. И ему нет никакой необходимости повышать свою квалификацию, свою специальность. Потому что он не чувствует своей уверенности, стабильности, он прекрасно понимает, что завтра у него будет совершенно другой рабочий метр, чем ему учиться. И все ресурсы того, чтобы он в состоянии даже присуществующим корнем производства понять заработок есть. Я говорю на всего две цифры. Разрешенность труда в России сегодня 20% от американцев. А заработная плата в России 5% от заработной платы США. Но и даже присуществующим нашим экономическим провалам при существующем спаде в экономике есть все возможности для того, чтобы люди жили гораздо лучше. Для этого, правда, кому-то придется пожертвовать отдыхом на Канаду, пожертвовать строительством особняком и пожертвовать себе прибылью. Но это их проблем, а не наши проблемы. Это совершенно непонятно, почему основная часть наследственного бракта практически находиться в состоянии нищеты, ради того, чтобы какая-то небольшая доля обеспечивала себе западноевропейский уровень жизни. Поэтому первая и основная наша задача, как новой политической партии, это ставить именно социальные цели, целый широк на стоимость этого слова. И вторая задача, это интернационализм. Потому что нет для нас особой разницы, кто человек по национальности. Вы же никто не спрашиваете ваш коллега по профсоюзу или по запросовщенному комитету или по любой другой общественной организации, кто он, русский, Татай, Таргинец, Кумы, Калаец, Холмэк или Буряк. Это нам безразличие. Это имеет значение только те, кто пытается побывать между собой людей разных национальностей, чтобы на этом наберевать какие-то прибыли и капиталы. И нам между собой нечего. Поэтому эти двери, базисные вещи являются для нас главными. Сегодня мы будем обсуждать в том числе наши программные вопросы. Я бы хотел сразу заметить, что программа, которая будет представляться сегодня комиссией, это, собственно говоря, наш второй кодекс, который мы выдвигали, который мы вместе все разрабатываем. Это наши требования по повышению замыска, по снижению сверхуручных, по гарантии от увольнений, по развитию прав профсоюза. А также другие вопросы, которые я уже немножко старался перечислять, ибо защите прав тенсионеров, национальных меньшинств, и по одноправе между мужчинами и женщинами, по защите прав и интересов молодежи, и во прекращении перекачки, бесконечной перекачки, ресурсов и капиталов из регионов в Москву. Потому что, я думаю, очень многие делеганты согласят, что Москва — это не совсем Россия, и по уровню жизни, по восприятию, жизнями стадии того, что происходит в стране. Это не проблема, связанная со всемирной торговой организацией, потому что стопремием ее, который марсирует наше правительство, означает во многом спар в производстве, на открытии наших предприятий, соответственно, безработицу. Поэтому мы дальше будем, бесспорно, развивать нашу программу. Я уверен, что нам надо всем очень внимательно и детально думать о том, каким мы ставим перед собой задачи в плане изменения и бюджетных потоков, в плане изменения и работы местного самоуправления, в плане тех же мелких уличных торговцев, которые, по сути, являются нашими вчерашими товарищами по школам и по заводам, которые ушли туда работать, потому что заводы рассыпались, а школы жить на заработной базе учителей далеко не всегда возможны, особенно по ее задержке, которые в этой задержке будут. И, конечно, вот эту нашу программу будем дальше разрабатывать. И самое главное, что под этой программой у нас находились конкретные практические действия. Любая проблема, которая возникает, связана с отключением электроэнергии или с нарушением права полка коллектива, которая обязательно нами отслеживает, мы обязательно должны принести ее решение, и мы должны начать действовать, чтобы эта проблема была решена. Только на этом мы можем показать, что мы не просто люди. Слово в лучшем смысле этого понятия, когда человек говорит и ничего не делает. А мы действительно организация, которая стремится изменить жизнь в стране и сделать так, чтобы эту жизнь была в интересах любящихся большинства. Я еще раз подчеркну, что для нас выбор далеко не самая главная цель, не самая главная задача, хотя без повода при нормальной, подстроенной работе мы можем взять эти принципиатные барьеры, лично мне вот никакого сомнений нет. Но самое главное, чтобы мы отменялись опытом, чтобы мы думали, как можно эффективно действовать ради общих интересов, рада всей страны и в отдельном регионе, и чтобы такая работа у нас началась, и была на протяжении каждого дня, каждой недели, практическая, конкретная деятельность, в интересах трудящихся большинства страны. Потому что без нашей консолидации мы не сможем добиться успеха, если мы не занимаемся политикой. Политика занимается нами, поэтому давайте заниматься политикой таким образом, чтобы самим определять, как нас, трудящим всебольшинству, жить в нашей стране. Спасибо. Спасибо. Дорогой товарищи, как же пока в самом деле не смонтал, что полосателем лицовича уже не такой партии. Но мы договорились, и поэтому первое слово Николайу Шипакову по прокамерам. Товарищи, несколько слов о том, почему нам необходимо иметь программу. Я думаю, что это необходимо не только потому, что закон где-то, потому что всякая достаточно крупная политическая организация, а по закону мы должны иметь не менее 10 тысяч, если с этого начинать, всякая крупная политическая организация должна быть организацией единомышленных лиц. Не в том смысле, что у нас на всю организацию вот одна мысль, а в том смысле, что мы в ряде крупных вопросов и в ряде крупных проблем в отношении того, куда нам двигаться и от чего должны иметь единые позиции, которые у нас уже есть. История борьбы за проект трудового кодекса, выдавленный депутатом Шейнам и принятый съездом профсоюзов России, история борьбы за тот кодекс, который поддержал российский комитет рабочих и участвовал в разработке фонд рабочей академии. Эта история борьбы сплотила тех, кто сегодня сюда приехал, поэтому у нас есть все основания считать себя единомышленниками, и нам нужно было только записать в программу не все, что нас объединяет, а все главное, что нас объединяет, потому что по некоторым частным вопросам и по некоторым другим вопросам я думаю, что мы будем отличаться, отличаемся, и полного единства нет, кроме как на кладбище, а мы туда еще не собираемся. Второе, я думаю, что партия должна быть не только партией единомышленников, но и партией действующих единых, потому что если мы будем думать, не будем соответственно действовать, то мы не получим тех целей, к которым стремимся. для того, чтобы умножить силу каждого, и создается эта организация, за которую Сергей Владимирович тянется рука, и у меня тоже проголосовать за ее учреждение. Потому что, если мы будем действовать каждый поодиночке, нас сегодня, особенно в условиях новых взрослых, могут смять, если мы будем действовать на всей территории страны, как большая политическая сила, то это профсоюзное единство, которое у нас сложилось, и которое пополнится с единством политическим, и приобретет политический характер, даст нам новую умноженную силу действий. Третье, для чего нужна программа? Для того, чтобы человек сам мог прочитать программу, и действовать, не ожидая указки сверху. До нашей страны огромной. Не наездишься в Москву, и в другие города. И из Москвы не наездишься на места. Значит, человек должен, имея в руках достаточно короткую программу, сперечный для того, что нам всем нужно делать самому, думать, как делать, и действовать, не ожидая никаких указаний. Это во-первых. Во-вторых, поскольку снятие, скажем, аксёнинга не означает, что тарифы будут падать, означает, что они и без него будут расти, и люди меняются, а политика там остается, надо понимать, что нам будет еще труднее собираться, и поэтому нам нужно иметь единственный уже сейчас порядок крупных проблем, чтобы никто нас не мог разъединить, только потому, что нам не доехали по железной дороге. Наконец, нам нужна программа, чтобы расширять свои виды, чтобы мы, кажется, могли сказать, вот, ты с этим согласен, вот я могу сегодня сказать, опираясь на позицию организационного комитета, на позицию тех профсоюзов, которые его создавали, и на позицию программной комиссии, что любой порядочный человек, порядочный, даже, может быть, не обязательно трудящийся, а уважений, с уважением относящихся к труду, должен быть сказать, что он против такой партии, по крайней мере, выступить не может, потому что против того, чтобы развивать права трудящихся, развиваться социальной справедливости, укреплять политическую демократию, выступить невозможно. И мы должны свои виды пополнять, расширять, и опираясь на эту программу, сейчас быстро создавать региональные организации. У нас три раздела в том проекте программы, которые всем розыграны, с которым все, я надеюсь, если кто еще не успел, ознакомиться, в ближайшие минуты. Первый раздел, это раздел развития трудовых прав, который, я думаю, Олег Васильевич практически уже осветил. То, что нам не удалось провести через Думу, мы это записываем в свою программу, то, что мы выставляли как поправки к согласительному проекту, и то, что отличало проект принятия съездом профсоюзов от проекта, который толкал шмаков, вот это нас объединило, и это мы докладываем в программы, и будем за это продолжать бороться, и будем вводить явочным порядком в коллективных договорах, и будем этого придерживаться в право применить прав. Мы с вами тоже, твердые калачи, знаем, что одно дело, что написано в законе, а другое дело, как это будет на практике. Смогут ли попутиться на наши права, если мы будем коллективным образом за них бороться. Второй раздел, который требует небольших комментариев, это раздел социальной справедливости. Главный тенденциал этого раздела, это преодоление неравенства между богатыми и медными, преодоление этого разрыва, но не путем разделения, это отнять и поделить, а путем развития производства, подъема экономики, и таким образом, чтобы у нас каждый, кружящийся, каждый живущий на зарплату был обеспеченным человеком. Мы на эту тему много говорили в программной комиссии, и в комитете, и все сошлись на том, что мы должны центральные задачи оставить для нашей партии, добиваться того, чтобы каждый работающий, каждый трудящийся, был человеком обеспеченным. Обязательно. при этом, при этом, когда мы говорим партия труда, мы имеем в виду не только тех, кто сейчас трудится, но и тех, кто всю жизнь свою трудился сейчас на пенсии, то есть по существу ветеранов, и тех, кто готовится к труду, не тех, кто готовится мошенничать и мошенническим путем получать доходы. Мы знаем, что заработать в России можно очень мало, а получить очень много. Поэтому мы, когда говорим, что это партия труда, это партия всех молодых людей, которые готовятся к труду, а не к тому, чтобы оборовать, убивать или заниматься бандитикой. Когда мы говорим о справедливости, мы говорим о том, что мы должны обеспечивать неравенство, предварение неравенства между мужчиной и женщиной. Есть, говорил Олег Васильевич, а предварение неравенства национального, если оно где-то есть. А предварение всех видов неравенства опять-таки на основе роста общего богатства и общего развития. Третий раздел. Это раздел о политической демократии. Мы выступаем за политическую демократию, трактуя ее как власть народа. Народ – это прежде всего трудящиеся люди. И вот мы должны добиваться того, чтобы эти трудящиеся люди, трудящиеся большинство везде присутствовали и все вопросы решали. Одно из главных наших действий – это добиться того, чтобы в Думе были представители и трудящиеся. Сегодня мы можем сказать, что Олег Васильевич представитель и еще несколько человек, которые его поддержали, и несколько поддержали, по крайней мере, действием, уже на последнем этапе. А получается так, что у нас непосредственно представителей профсоюзов нет, у профсоюза законодательной инициативы нет, и создавая эту партию, мы явно в порядке возвращаем профсоюзам право законодательной инициативы. Это очень важная задача, мы ее должны обеспечить. Мы тоже с вами знаем, что самое главное демократическое право – это право отзыва. Мы очень много знаем примеров, когда человек пришел в дому, помахал в кости, и больше уже не возвращается к тем, кто его послал. Вышли в миссии народа, как-то вернуться в него. Надо постараться не только возвращаться. Ясно, что это требует борьбы за новый избирательный закон, за то, чтобы коллективы, где профсоюзы являются решающей силой, могли бы не только выдвигать, но могли бы и избирать непосредственно в Думу и в другие представители и органы, и тогда можно будет отзывать. Если мы будем отзывать, то может у нас будет меньше болтунов, и больше деловых людей из тех органов, которые решают и определяют нашу силу. Мы с вами наблюдали, как быстро через Совет и Федерации прошел согласительный проект, потому что там мальчики теперь собрались, которые никаких серьезных постов не занимают, и которых направили реальные какие-то руководители субъекта Федерации. И сегодня они увидят, так сказать, более высокое руководство, готовые, значит, поднять руки и проштамбовать все, что угодно. Вот мы не хотим, чтобы это было, мы программу написали, что Совет Федерации должен избираться в общем голосовании. И это очень важное демократическое требование. Я думаю, что мы можем постудить наших граждан из других партий, что они такие вещи вообще записывали, поддерживали. Вы же кричали о демократике, давайте реализовывать, кажется, так можно. Я думаю, что вот эти вещи, о которых я взял, это центральные вещи, и по ним, я не сомневаюсь, у нас не будет разногласий здесь. И мы вполне в состоянии сегодня этот вопрос решить. Принять программу для того, чтобы можно было сегодня партию учредить, они растягиваться, не растягивать этот вопрос на долгий период, потому что в противном случае у нас очень будут задержные роды, и тогда, как говорится, ничего хорошего у нас не получится. А что касается того, какие есть умные мысли, вот они пока приходили у нас, так сказать, в порядке организованного комитетом, я думаю, что когда мы создаем и учредаем партию, вся мысль партии должна поработать над тем, о чем говорил Александр Васильевич. Если будут хорошие мысли, что еще писать программу, присылать в Федеральный Совет, для того, чтобы на очередном съезде мы соответствующую доработку могли сделать. И эта доработка на очередном съезде освобождает нас от того, чтобы сегодня на это дело кратить много времени, потому что мы должны сочетить в главном, в основном, коренном программу принятие. И такое предложение, и такую просьбу от оргкомитета и от программной комиссии я, уважаемым делегатом, съезд передаю. Хочу лишь сказать, что вообще отношение к программе должно быть не такое, как отношение к другим документам. Нельзя сочетать с программой то, что горится на год, на полтора, на два, на три, по частным вопросам, потому что по отношению к программе лучше проводить принцип чем меньше там будет вещей, тем лучше. Потому что если мы хотим обидеть много людей, значит, надо взять меньше пунктов. Если мы возьмем много пунктов, у нас много будет пунктов от сражения, и мы сократим число своих сторонников. Поэтому принцип должен быть такой, что можно программу не включать. А можно это включить в решение съезда, в решение федерального совета, в решение исполнительного бюро, в решение региональной организации, в заявление программы или в заявлении руководящего органа партии или руководителей. Мы должны все эти формы использовать, а программа должна быть такой, чтобы мы не следились и через два, и через три, и через десять лет сказать, что вот мы на этом стояли, мы за это стоим, и мы откажемся от этого или поменяем тогда, когда мы это проведем в жизни, а не потому, что это у нас не получилось, мы новое написали, новое не получилось, мы еще написали, так сказать, словесная перестройка нам тоже здесь не нужна. Вот, собственно говоря, в чем суть того сообщения, которое мне поручено сделать, я еще раз от имени оргкомитета обращаюсь с просьбой, уважаемым делегатом, в программу в том виде, в котором она распечатана в Росканах, принять. Вопросы к Михаилу Васильевичу? Один вопрос, да, два вопроса, два вопроса, два вопроса, и все. Так, пожалуйста, пожалуйста. Тут была затронута такая тема, что Москва, это не вся еще Россия, а по-моему, Москва это и вообще не Россия, да, почему в ветеранском данном достоверении всероссийского образца везде действует, но они в Москве, если это из Паркуты или из Ярославля, то по ветерану труда, ты не в автобусе, нигде не знаешь, тебе нет никаких прав, только для подключения, почему? Что, если я правильно понял, что вы предлагаете включить программу, то есть о том, что Москва это не Россия. Я от лица программной комиссии возражаю. Я считаю, что обсудить этот вопрос можно, и некоторые предлагали ставить это везти в Магадан, чтобы там тоже немножко покушали. Но, возможно, перетащат в Петербург, и тогда отсюда москвичи будут опасные люди, будут ехать все время в Ленинград, как сейчас делают из Ленинграда в Москву. Но сейчас я думаю, что в программу это затаскивать не надо. Давайте мы сделаем хороший анекдот и пошутим эту тему, и поспорим, и покритикуем, но это вопрос рабочий, не программный. Так, пожалуйста, еще вопрос. Здесь в программе не отражена возможность защиты членов партии и других граждан в судебном порядке. В основном здесь отражены только трудовые права. Вот не мешало бы донести в программу, что мы имеем право судебной защиты членов партии и их членов их семьи. Потому что, когда мы обращаемся в суде, там обязательно требуют программы и устав. И в уставе и в программе она должна быть когда-то писана. Без этого суды не будут принимать. Я тоже профессор, кажется, экономики и права, и по поводу того, что суды будут принимать, если в уставе будет это записано. Если устав будет зарегистрирован, то в соответствии с тем, что он зарегистрирован, и партия зарегистрирована, она может защищать своих членов в суде. Но я, например, категорически против того, что программу писала, партия в своей программе писала, что надо будет своих членов защищать. Я думаю, что в программе надо писать, что мы народ будем защищать. Вот это вот важно написать в программу. А в уставе мы должны предусмотреть все необходимое для того, чтобы защитить членов нашей партии. Я думаю, партия не создается для того, чтобы защитить в том числе и членов партии. Я думаю, что и прежде всего не в судебном порядке, а прежде всего коллективными действиями. Потому что вы знаете, что сегодня в судебном порядке делается. Если кто надеется только на суды, то он очень глубоко ошибается. Нам нужно срочно создавать партию для того, чтобы защитить и себя, и свои семьи, и трудящихся, и коллективы политическими средствами. В том числе, уйдем давление на некоторые суды, хотя суды у нас абсолютно независимы. Даже от тех, кто дает им жалю и платит зарплату. Так, пожалуйста, ваши вопросы. На этом у нас вопросы. Предложение включить в качестве одного из основных пунктов справедливое распределение природных ресурсов страны, включая право каждого на природную ленту. Поясню. Дело в том, что мы должны, во-первых, вернуться к справедливому распределению того общенационального багажства развалованного, так называемой реализации Чубайса и инициировать, и в судебном и других порядках по возможности решить этот вопрос. Еще что-то можно сделать. И еще. В земле у нас 30 триллионов долларов богатства, нефть, газ и прочие ресурсы. Если мы этот вопрос не поставим о праве каждого на определенную долю, то, опять же, это богатство будет разворовано. Мне бы хотелось, чтобы уважаемые делегаты поддержали это предложение и включить в качестве одного из вопросов справедливое распределение природных ресурсов страны. Уважаемый товарищ, я человек прямой, честный и островенный, я честно скажу, что то, что вы предлагаете, это страшное дело. Страшное дело. Потому что уже распределение у нас средства производства, по Чубайсу. Каждому дали валчер. Осталось только дать валчер на природные ресурсы. Это справедливо. Всем поровну. Вам кусок Байкала, вам кусок Байкала. Потом все куски Байкала продаются на бутылке водки. И Байкал, оказывается, у товарища Иванова или у товарища Петрова. Разве вы это не видели? У нас ресурсы находятся в государственной собственности. Будем ли мы, как политическая партия, ставить вопрос о том, что при государственной собственности, по существу, где мы можем пользоваться всеми ресурсами, все. И за именем это и распределим. Вот то, что вы предложили, может быть, у вас правдировка есть? Минут, смотри. Я вот так вот не надо мне объяснять, я способный сам. Значит, если у вас есть правдировка, вы председаете его программным комиссиям, а суть на другим. Я говорю, что я пока могу сказать, только как стоящий вот здесь. Если у вас такая правдировка, справедливое распределение природных ресурсов, это понимается как разделение их и наделение собственности другими. Если речь об использовании природных ресурсов, предложите другую правдировку. Это другая идея, ладно? Так вот, давай, Михаил Васильевич. Второй вопрос. Приватизационные счета. Помните, вверху совет рассматривал. Так вот, каждому полагалось определенные гарантированные дочки. А вот с чеками можно было манипулировать. Спасибо. Приватизационные полагировки мы еще и рассматриваем. Программные комиссии доложим. Мы сейчас задаем вопросы. Правильно, да? Мы поэтому сплексировали, что всем будет возможность потом, значит, дальше прилагать свои идеи, федеральные советы, программные комиссии. Так вот, если что, не заканчивается. Николай Николаевич, пожалуйста, строительство. Я понял так, что сейчас тут вопрос к докладчику, а не какой-то диспут и болезнь. Поэтому если вопрос, так вопрос. Президент прошел следить за регламентом, чтобы это подгудалось, иначе мы затянем все. Регламент пока мы выдерживаем. Так. Значит, уважаемые товарищи, давайте мы сейчас вот что-то сделаем. У нас по началу было две руки по вопросам, сейчас еще идет несколько. Значит, если вы не возражаете, я поставлю на голосование следующую позицию. Кто за то, чтобы продолжить вопросы-докладчику, сейчас. Если кто-то хочет просто высказаться, то мы это можем сделать в процессе обсуждения работы, у нас еще такое время будет. Пока у нас первая позиция – это голосование по проекту программы. Поэтому кто за то, чтобы продолжить дальше, давать вопросы-докладчику, прошу проголосовать в мандатах. Кто за то, чтобы продолжить задание вопросов? Да, ну нет, все, здесь буквально еще и есть. Так, Михаил Васильевич, спасибо. Значит, кто за то, чтобы принять проект, программу российской партии, это туда, прошу проголосовать в мандатах. Мы голосуем в целом, просто потом можно какие-то изменения еще вносить дополнительно, да, на следующем съезде, там, так же, но мы сейчас голосуем в целом, согласно закону. Спасибо. Так, кто против? Так, я не вижу. Выдержались. Так, иди на голос. Спасибо. По уставу российской партии труда, партия трудовой следовательности, слово имеется в деле Владимир Владимирович Храмов. Уважаемый дорогие человек, партия – это мощная, боевая, сворченная организация. И поэтому очень важно, в каком будет устав, который выделяет как ее вопросы внутренней жизни, так и ее возможности в отношениях с другими культурами, властными, там, другими организациями и так далее. А в какой вы там, понимаете, вопросы партийного строительства, по многому… Слышите хорошо, да? Во многом регламентированы законами политических партий. Итак, по уставу. Прежде всего, по названию. Многие из вас были участниками посоветового совещания, которое инвенцировало создание такой партии еще в октябре прошлого года. И там как раз выбрали название российской партии труда. Потом Минюст почему-то сказал, что там есть некоторые сомнения, похоже, там более на Ампилову, то ли еще на кого-то. Ну, короче говоря, сейчас пришли развести нет Минюста, и поэтому их предложение именно это название взять на нашу партию. Российская партия труда. Правы главные уставные принципы действий партии. Прежде всего, вот уже говорили предыдущие оратора, у нас будет не совсем обычная партия. То есть не только та партия, лидеры, которые сидят с одной или с другой стороны телевизора и что-то такое обещают, а это будет партия конкретных действий. Обидели где-то рабочих в заводе. Раз партия организовала в следующей первичной организации пикет, митинг, то и другое консильное действие, и конкретно помогла в конкретном месте, в конкретном людях. И это подлинная тарика на коммунальные услуги. Партия быстро организовала митинги, выступления, какие-то оккупационные забастовки. Может быть, так сказать, заблокировала выход из помощи мэрии, чтобы следующий начальник знал, как жить надо. То есть партия прямого действия. Эти вещи в уставе долг. То есть и обязанность партии, и ее право организовывать конкретную предприятие по защите прав граждан, в первую очередь, что живет на заработанную партию. Кого вставляет строение партии? Прежде всего, мы с вами прошли большую школу строительства профсоюза. И надо понять, что партия имеет очень сильное организационное отличие от профсоюза, это значит в том, что в партии нет членских организаций. Партия одна, она единая. В ней есть региональное отделение. Как называется закон? В чем, что интересно, что если регистрация любой другой общественной организации имеет один этап, вот, собрали съезд, пришли регистрацию, то для партии имеются два этапа. То есть, первый, это вот съезд наш, регистрация на юности, а затем, в течение полугода, мы должны в каждом субъекте конфередерации, где есть наше отделение, то есть создать его, и закинуть место в больной юстиции. При этом, в каждом отделении, в каждом субъекте конфередерации, должно быть не менее 100 человек. И при этом, в каждом субъекте, только одно региональное отделение. Ну, как мы понимаем, что, во-первых, и регионы у нас разные, и ситуация у регионов разная, и активность в нашей с вами, как истологии, активистов тоже разная. Поэтому, для того, чтобы не возникало каких-то внутренних недоузумений, среди активистов партии, предлагается следующая схема. То есть, есть, с одной стороны, региональное отделение, которое будет положено по закону, но возможно создание и местных первичных организаций. Причем, такие организации создаются, как на территории одного хода, местного образования, там, района или города, или несколько, южный Гузбасс, там, северный Гузбасс. Все это, как подсказывает конкретную ситуацию в каждом субъекте, конкретную деятельность, конкретными людьми. При этом, вовсе, необязательно, что привычная организация подчинялась к нему региональному отделению. Это как? Конечно, лучше, чтобы вам такая тройная пирамида, но все это на усмотрение на конкретную ситуацию, на конкретных активизм, конкретных лидеров на места. По порядку управления партией. Предлагается, что в главе партии стоят два первых лица. Одного называется председатель партии, должен другого председатель совета партии. И, к примеру, равные полномочия, естественно, они должны друг к другу согласовывать или иные заявления. И для того, чтобы эти товарищи не делали каких-то сильно интересных заявлений, их позиция должна быть согласована с бюро партии, с бюро совета партии. Куда будут входить, в списке предлагаются представители крупнейших наших свободных профсоюзов, чтобы контролировать, как ведет себя выборное руководство. И самое главное решение принимает избираемый нашим съездом Федеральный совет партии. В этом сейчас предлагается 29 участковых фотосовета с тем, что затем Совет получает право по мере создания региональных больших организаций вступления в новых организациях в нашу партию в картины, в соответствующих представителей, но там Федеральный совет. Чтобы я сказал, что если где-то образуется большая организация, в плане не оказывалось за бортом принятия решений. И более того, мы имеем в плане полагать, что и сейчас у нас есть один депутат Государственной Думы. Я убежден, что будут в ближайшие дни еще несколько депутатов, действующих Государственной Думы. И поэтому сейчас и на будущее вводится норма в том, что каждый член партии, ставший депутатом Государственной Думы, автоматически делает членом Федерального Совета партии. Равно как и член партии, ставший министром, тоже делает член Федерального Совета. Мы должны контролировать тех, кто наш партию представляет в органах власти. И аналогичная ситуация на региональном местном уровне. Все депутаты областного возгласного собрания, члены партии входят в руководство регионального отделения партии. Ну вот, собственно, главная позиция по уставу. Есть какие-то вопросы? Вопросы, пожалуйста. Потому что устав, в том числе и порядок по формированию местных структур, придется всем этим заниматься, это достаточно сложные процессы. Поэтому, я думаю, здесь мы можем остановиться где-то подробнее. Да, Сергей Стасимович, пожалуйста, ваш вопрос. По местам. Понятно. Читают по региональным отделениям и встречным организациям. Пошли в вопрос. Мы сейчас не можем сказать, как пол будет наиболее удобный на местах порядок управления региональным отделением именно поэтому вставе есть обтекаемое слово руководитель все остальные вопросы будут решаться в специальном положении в положении грамоте линии кто разработал федеральный союз ближайшие недели две недели так чтобы там были все возможные случаи когда есть одно большое отделение вверху первички или того маленькой или большие перечень слушал самый раз поэтому пока идет руководитель 1 2 3 идеального города так пишет как выгоднее будет на месте и такая что на месте виднее как сказал то наш товарищ москва не россия начнете виднее поэтому мы будем делать так чтобы это положение могло соответствовать любой конкретной местной ситуации пожалуйста я так понимаю что федеральный совет это тот орган руководящей партии который работает между съездами правильно так и в то же время вы значит такой тезис доложили нам что депутат или министр автоматически становится членом федерального совета то есть он автоматически становится не подконтрольным партии и руководителем партии вот здесь надо подумать подконтрольной партии в том случае если он рядовой а если он руководитель тут уже вопрос насчет его подконтрольности повисает с мягко с моей точки зрения члены нельзя говорить о том что депутат государственной думы является руководителем государства он один из тех кто коллегиально принимает решение то есть естественно что если население какого-то правительства в облаках то что возможно избрать член нашей партии депутатов надо полагать это очень достойный человек и мы гордиться тем кто входит в нашу правду так другие вопросы пожалуйста я бы чтобы просить ну устав конечно вещь сложная там каждая статья сбалансирована безусловно есть несколько недоразумений не за счетом уставим ну банальная вещь такая что вот мы пишем что мест организация образуется в одном или нескольких органах место самоуправления вопрос это что она помещается в состоянии энергии городской да понимаете если какая-то правда должна быть ну во-первых будут еще конечно же это не коррекционные правды мне нужно где-то слово создается где-то слово там учреждает и более того вы понимаете по закону о выборах мы должны будем провести наш следующий съезд я так думаю даже уже в этом году и все основания помогать что выборы государственной думы в начале третьего года за три месяца до выбор если не ошибаюсь то что придет съезд политической партии по удвижению федерального списка поэтому мне кажется нам же целесообразно принимать устав в том виде второго часа есть он сбалансирован все недочеты как все юридические нюансы мы уже согласовывали с менюстом я думаю уже будет немного все вещи которые окажутся не вполне целесообразно сейчас в уставе мы увидим по процессе практической работы и вот собственно конце года когда будет наш следующий съезд мы собственно стали учтем на основании практики у меня вообще есть записка сегодня такого содержания что на период регистрации именились необходимо предусмотреть отделение полномочий федерального совета или нового вводящего органа на внесение тех или нет изменения в числе документа чтобы когда в инвестиции будем будет эти партии мы имели полномочия эти партии внести дело в чем то это безусловно совершенно правильно и собственно говоря когда мы будем голосовать по уставу то пункт 1 будет принять устав партии пункт 2 вручить федеральному совету вносить в устав детекционные правки на основании документации в столице федеральному совету спасибо да и полного поднимай толку потом вот там сзади видел они обязательно подчиняются федеральному они не обязательно подчиняются федеральному ему закончилась кажучий партия на 1 дань да да просто пожалуйста Я бы хотел добавить, что оно еще утвердалось Советом партии, потому что Совет партии выпадает от разгона для людей с регионом, и они, так сказать, не служат те поли и те задачи региональные. И поэтому, представители партии и представители Советов партии, если они будут держаться на Федеральном Совете, они как бы выпадают из Федерального Совета и из них можно и считаться. Сергей Валерьевич. Я, может быть, все это слышал. Дело в том, что реальный, постоянный руководящий орган партии – это бюро. Бюро ползать под контроль над Советом партии. Совет партии, собственно, избирает от всех этих электроуководных бюро и снимает, соответственно. Более того, Совет партии, как мы предполагаем, будет в ближайшее время расширен только в пятидесяти человек именно за счет тех товарищей, которые пройдут путь создания на места региональных определений. Большое, как мы предполагаем. И, наконец, Совет партии имеет право своим решением давать полномочия у партийного организатора, у партийного представителя Совета партии тем иным региональным представителям. то есть, если есть какая-то инициативная группа, Совет партии измеряется соответствующим полномочиям именно для работы в регионах. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Нет, 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 вы уже задавали просто это. Уважаемые ребята, у нас вся страна, вот это, как вы называете, что-то большая. Давайте пример. Устав. Надо бы еще бурочка принести, давайте побыличка появилась. Давайте сделаем, давайте принесем вопрос. Сейчас это, что-то нормальный. Да. Да, нет. Работчик правильно. Так, спасибо. Поступило предложение, я понял, завершить вопрос. Да. Кто это будет? Я должен поставить предложение на голосование. Кто, кто будет предложение поддержать, прошу поднять могу. Так, ну. Везем. Так, спасибо. А в таком случае, я должен поставить на голосование проект нашей резолюции. В нем два пункта. Первый – это принять. Устав партии и второй пункт. Получить внесение необходимых изменений в процессе регистрации в предыдущем орган. Я корректно? Попробуем. 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 Примерно так. Поручить федеральному совету под именем жидкого съезда вносить редакционные правы в устав на основании рекомендации специалистов предыдущих органов. Так, спасибо. Кто готов проголосовать за такое постановление, прошу поднять манат. Так, хорошо, пустите. Против. Выдержались. От решений принято. Единогласно. Таким образом, у нас базовые вещи проголосованы. Партия учреждена. Проект программы, проект уставы приняты. Соответственно мы можем и переходить Да, пожалуйста, Александр Борисович, я бы как Ну документы принимайте, мы учреждать можем Значит, соответственно, нам необходимо проголосовать за учреждение партии Потом перейти к вопросу о выборах руководящих органов Что потребуется за этого голосования, здесь нужно обучать большую внимание Кто за то, чтобы поддержать все учреждения российской партии Продолжайте, где есть принятые документы по уставу продолжения, прошу поднять мандат Спасибо Против Продолжайте Решение принятие на голос Доварищи, еще одна простой деталь По закону мы должны с вами сейчас голосовать за учреждение, за создание региональных статей нашей партии в субъектах Российской Федерации Я предлагаю голосовать за те субъекты, которые представлены на съезде И в тех субъектах, которые были избраны сторонниками делегатов на наш съезд Но в силу проблем аэрохода и так далее, этого не добраться То есть у меня такой текст Создать региональное отделение российской партии труда в тех субъектах федерации, от которых присутствуют делегаты на съезде И от которых были избраны делегаты, которые не смеялись в границах на съезде И получить ветеранному совету партии от иных субъектах съезда Создавать региональное отделение в иных субъектах федерации Это требование министерства юстиции, требования закона Поэтому действия нет отключения быть не может Кто за то, чтобы поддержать это предложение, прошу поднять панель Спасибо большое У нас в мандатной комиссии готовы? У нас в мандатной комиссии готовится к тому, чтобы подсчитать количество присутствующих делегатов А мы все время не можем перейти к другому вопросу Следующему — это от избрания руководящих органов партии Нач 곁 замеч 30 у нас предполагается избрания следующих органов Это председатель партии Это председатель Федерального крифляционного Совета партии И председатель 허�лиasyaf И председатель федерального совета партии Оставим по составу федерального совета партии Уважаемые товарищи, давайте у вас у всех возданы списки тех товарищей, которых Оргкомитет рекомендует вам для избрания Федерального Совета Контролиционной Домиссии, а также тех людей, которых Оргкомитет будет преподавать избранному вашему памятуше на съезде, будут представлены Федерального Совета Партии для включения в его партии. Но прежде всего, давайте начнем сначала, как вы понимаете, Государственная Дума насчитывает 450 депутатов. Вот у нас там всего один депутат. И этот депутат сумел дариться поддержке 222 депутатов, членов самых разных партий. Поэтому Комитет предлагает избрать Лебосеевича Шейна, председателем нашей партии. Но, прошу прощения, так? Все это будет данное голосование. Поэтому, поэтому мы сейчас будем формировать, значит, вот велития данного голосования. Значит, я... Так, к большому сожалению, 226, чем 222, буквально другую сторону уже. Закон говорит, что тайна. Да. Так вот, будут ли какие-то другие кандидатуры по председательству партии? Нет. Тогда я прошу поголосовать, открытым голосованием. Кто за то, как учитель председателя, тайного голосования, кандидатуре председателя партии Шейна Олега Васильевича. Спасибо. Против? Продержались? А... Мне как-то сказать, у нас я расскажу. Хорошо. Значит, по поручению Комитета. Я заброшу на сведение к директору съезда, что на пост 50-й Генеральный Совет партии рекомендовал я. Крамс Геев Владимирович. Есть ли какие-то другие предложения по кандидатуре на этот пост? Нет. Так. Есть, да? Крамс Геев Владимирович. Нет. 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 Значит, кто за то, чтобы включить в списки для данного голосования, кандидатуре председателя Федерального Совета партии, Камы Сергеев Владимирович. Прошу проголосовать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. В поводе. Выдержались. Так. Решение поедет так, пожалуйста. Надеюсь, готово. Надеюсь, готово, да. Так. Теперь по Федеральному Совету. Дело в том, что, опять же, закон требует проведения тайного голосования по всем уходящим органам партии. Это касается Федерального Совета и Ревизионной комиссии. Я не думаю, что у нас есть возможность голосовать тайно по 3-5 кандидатов, так. Поэтому комитет предлагает голосовать такой вопрос. Какой конечный механизм? Обсуждение открытым голосованием списка, а потом тайным голосованием, голосование по списку. Открытым голосованием мы формируем список, а тайным голосованием голосуем за утверждение всего списка в целом. Понимаете? Кто за такой механизм прошел голосовать? Спасибо. Спасибо. В списке. Я расскажу, кто, собственно, входит в эти списки. Это представители, то есть товарищи, рекомендованные. Рекомендованные. Естественно, что партии не давить себя от профсоюзов, поэтому мы просто можем бежево слушать сторонние рекомендации, да? Так вот, эти товарищи рекомендованы профсоюзами соцпром, защитой труда, докерами Санкт-Петербурга, память диспетчеров, учителей, организациями, российский комитет рабочих, комитет за рабочим интернационалом, комитет за гражданские права, и еще какие-то правозащитные организации, и еще самые важные, и международный персон Шахцов, это очень сильная организация, и кто-то еще, да? То есть это самые разные профсоюзы, самые разные организации, которые, в общем-то, сбалансировали свое представительство. Единственное, что комитет рабочих интернационалов просил заменить велью Путраискеса на Алексея Дмитриевича Краснова. Есть ли у кого-то принципиальные, серьезные возражения против кого-либо этих кандидатов? А? Да, по списку, да. Да, по списку, да. Пожалуйста. Я прошу прощения. Я прошу прощения. где-то в том, что они предлагают области региона, области регенерации и груза, где-то область общественного областного кредитерства по правам человеку, то, Владимир Николаевич, я не прошу его, какие-то заслуженные или правительственные... Знаете, тут дело в общем, что еще баланс есть, значит, была такая идея вот в комитете, что все стройные товарищи будут кооптированы, как только они себя проявят. То есть, тут дверь не закрыта. Сейчас есть какой-то баланс. Если мы сейчас просто включим, там просто сделаем... МОС неформирование Омской территориальной организации, чтобы проведение в учительственной конференции, я так полагаю, что, вполне возможно, Олег Николаевич смотрит тоже пять лет, потому что с ним был разговор, и он как депутат Штаростной Думы заинтересованностью воспринял сотрудничество в Российской партии труда. После этого, бесспорно, однозначно, так и не за то, которое предложено Омскому, учитывая обещания данных обществления Владимировича, будет кооптирован в состав Федерального Совета. Такой вариант возможен. Вы не возражаете против такого вопроса. Отлично. Итак, я прошу голосовать. Кто за то, чтобы утвердить велитей тайного голосования по выборам Федерального Совета Российской партии труда в предложенном составе? Прошу голосовать. Здорово. Спасибо. Да. По Ревизионной комиссии. Вы понимаете, что Ревизионная комиссия, как говорит, Ревизионная комиссия, должна, в первую очередь, заниматься вопросами финансов, хозяйственных действий, и контролировать, чтобы не было каких-то подарков лидерам, еще что-то такое. Вот вещи, которые должны быть подконтрольные. И самое главное, смотреть не только за расходованием средств, сколько за вступлением средств, чтобы они прекратили нехороших источников, чтобы это были чистые деньги. Вот. И поскольку он оказался довольно-таки такой физический, то была такая идея, что от разных организаций сюда входят люди, имеющие опыт такой работы, работают в Ревизионной комиссии в Ревизионной комиссии, в Ревизионной комиссии. И вот, собственно, предможно пять человек, их списки есть. Как раз они из разных Ревизионной комиссии, контролируют функции соответствующих Ревизионной комиссии. Есть какие-то дополнения, изменения к предложному проекту по составу Ревизионной комиссии? Дело в том, почему пять? Ну, понимаете, три — мало. Знаете, как я говорил, будет спуститься неудобно. На одном проголе — два — их мало. Ну, понимаете, что Ревизионная комиссия движут в разных городах. Значит, собирать, например, семь человек, то есть если мы делаем семь, то заранее совершается с тем, что работать будут не все. Вот, я предполагаю, что, в принципе, потом в Ревизионной комиссии как-то выделить какие-то регионы подконтрольные, подвес до более нового своего члена, чтобы он по всей России не латался, да, какие-то регионы. Может так, может еще как-то. Но, что они дальше пять, если уложить семь, можно сделать семь. Ревизионная комиссия должна реализовать действие. Вот, вначале надо реализовать действие, а потом перейти к ее ревизии. Значит, Владимир Петрович, единственное, хочу заметить, поправка небольшая, вот здесь у нас была, Камилия нашего товарища звучит правильно «Черновский». Да, Леприсович? Вот, чему-то это было, и «Чернявский», и «Черновский». Кто за то, чтобы утвердить данный состав, ревизионной комиссии, имеют в виду списки для тайного голосования, включить именно этот перечень людей, прошу проголосовать мандатом. «Черновский». Так, спасибо. Значит, Яллев, у нас есть еще для тайного голосования какие-то моменты? А, для тайного голосования, значит, да, еще один момент для тайного голосования. Боукомитет предлагает выбрать для подведения подсчетов итогов тайного голосования счетную комиссию в следующем составе. Петров, Втроенко, Красова, Тимофеев, Харитонов, Оськова. Ну, то есть, те, кто понадобились. Нет каких-то предложений? Нет. Значит, кто за то, чтобы избрать счетную комиссию для утвердения итогов тайного голосования, в этом составе пошел бы согласен. Спасибо. Против. Сдержались. Нет. Значит, сейчас подходим в андатную комиссию сделать доклад. Оля. Так, андатная комиссия сейчас будет делать доклад о том, кто прибыл на съезд. Кроме того, просил бы тогда сразу озвучить и порядок голосования, и я сразу замечу, что, поскольку голосование у нас будет идти по времени, ну, видимо, достаточно долго, поскольку это требует тайного, голосования у четырех, практически, по малым. В это время мы можем, кстати, и воспользоваться случаем, чтобы те, кто желает, озвучили свои выступления. То есть я сразу прошу продумать, кто бы хотел высказаться и какие-то записки подать президентам, потому что здесь практически только начался, и чтобы можно было анализировать по залу и порядок выступления. Большое вопрос подать записки, и кто хочет выступить перед съездом по нашей работе и условиях нового кодекса, и по строительству местных организаций, и по работе местных организаций. Так, Олег Борисович, реплик у вас, да? Да. Важайте, я не могу говорить, что возможно голосование, что-то выступает от этого парка. Конечно, иметь все другое, что вот в этот момент, когда у нас будет идти голосование, сразу же подавать записки претизию, чтобы можно было понимать, кто у человека и не столько людей. Как он записан регламент? Поскольку у нас регламент выполняется, там, да, с приемом, хорошо выполняется, вот. Итак, я попробую разъяснить порядок голосования. Значит, у каждого из делегатов есть вот такой мандат. Да. Мандатная комиссия будет выдавать бюллетени, то есть на каждый мандат четыре разных бюллетеня. Один, два, три, четыре. Мандат как-то гасит, там конкретик, там галочка и так далее. При этом на каждом мандате, на каждом бюллетене будет стоять отметочка комиссии. Значит, действительно бюллетени. В бюллетене стоит три квадратика за противодержавцем. Вы выражаете свою волю, соответствующую галочку в одном из этих квадратиков и бросаете в угол. Причем, все четыре бюллетени в одном из этих квадратиков получатся. Еще раз, на мандате ставится отметка, что нельзя было получить друг друг, кто-то у нас нехороший, а захочет получить два конкретных бюллетени, да, на один мандат. Такого не было, лично здесь отметочка, получаете бюллетени, там, голосуете, в угол. Уважаемые директора Севера, мандатная комиссия закончила свою работу, разрешите зачитать протокол номер один организационного заседания мандатной комиссии нашего Севера. Поездка дня избрания председателя мандатной комиссии Учительного съезда Российской партии труда и избрания секретаря мандатной комиссии Учительного съезда Российская партия труда. Первое, слушали о избрании председателя мандатной комиссии, решили председателем мандатной комиссии Учительного съезда Российской партии труда избрать Красову Наталью Борисову за шесть, против, нет, подержалась, нет. Подписи члены мандатной комиссии. Учительного съезда Учительного съезда на подтверждение на подтверждение полномочий делегатов учительного съезда Российская партия труда При регистрации Учительного съезда Учительного съезда Российская партия труда Учительного съезда Берберброд Калийн…» Учительного съезда «Не коммуни flowers» «Зак кат validated Федеральный совет, это информация, которая возна в среднем, как, скажем так, для аналитики, информация для анализа. В первых, я думаю, это полчаса, когда за своими можно будет проголосовать. Спасибо. Продолжение следует... В первых, я считаю, что вот то, что сегодня начинается, это именно начало. То есть, это свободное правило, где туда потерпится. И какие-то организации, пенсионеры, и беженцы, и меди-фрагменты, и национальные большинства, и очень многие другие. Потому что, в частности, и нет организации, которая бы действительно выступала в демократической право-собородоке. И мы хотим ее создать. Вопрос в том, что кодекс писал все эти вопросы, которые ничего не понимают в законодательстве. Починковым, Саевым, Шмаковым, которые ни разу ни расставали, ни судились. Поэтому, поверьте, там так много внутренних противоречий, что для рабочего движения России этот новый демократный кодекс не означает его уничтожить. Другое дело, что отдельный работник, который не имеет претеста организации, действительно, сегодня окверждается подверженным серьезным репрессиям. Вопрос в том, что в стране было нормально пенсионный законодатель, и человек был уверен в своей пенсии на помощи. Вопрос в том, чтобы у нас были обеспечены правополучных торговцев, их не вытесняли супермаркетами. То, что в стране было, действительно было интересным большинство людей. И поэтому еще раз скажу, это не только партия свободного правосоюза. Свободное правосоюза стержит. Это организованное движение 50-го региона, 50 тысяч медиков. У нас в партии будет, поверьте, не меньше, чем КПРФ, по своей части. Но мы хотим развиваться гораздо шире. Сейчас реально уже есть такое количество людей? Свободных процедурных сотни тысяч. Что бывает, сдать миллион документов? Значит, для того, чтобы сдать миллион документов, нам необходимо провести собрание на местах, территорию. Сегодня здесь 52 территория. Вы понимаете, что год люди не смогли проехать, потому что слишком много. Реально у нас порядка 70 регионов, которые готовы купить в организацию. Я думаю, что и будет еще лучше. И чисто с нескольких тысячек, это вполне реально, на самом деле, за счет. Работник, как раз, один на один с работниками. Мы просто наоборот. Работник тоже один на один с расселённым. Работник, которого могут купить в организацию к обиде. Он не имеет реальных регионов за счет. То есть, как союз, в самом же среднем, нужно навешивать всего работника и работника. И сейчас, по-моему, мы просто выделили этот проект за грамотные трудовые отношения. Естественно, что в наших ростах мы правы, силы нашего государства. У нас в профсоюзе, которое устроено на реальные действия, на поставление реальных интересных работ. Чем, в основном, понимаете, уже прошли 13 лет. Я думаю, что больше людей, как для такого кодекса, не надо совпадать в профсоюзе. От газ профсоюз, входящий в террасу шмак. Я думаю, что он, явно нам, пойдёт делать сам. Почему? Потому что в наших ростах, как правило, нет угодных работодателей. Почему? Как правило, именно для того, чтобы не бороться с нами, если бы не уметь во время борьбы с нашими профсоюзами, обладатель активно поддерживает старый комплекс. Но по новому кодексу нет ни одного практически пункта, которого бы необходимо было работать дальше и согласовывать в профсоюзе. То есть, у директорных предприятий отпала необходимость в содержании своего гормонового профсоюза. Он ему просто не нужен лишний тратный денег, цифровых гектарных специалов. Поэтому я думаю, что больше скоро на наших предприятиях будут ликвидированы старые профси, на их место производственного совета или СТК. А наши предприятия будут так остаться действовать. Да, где-то в большинстве, но где-то в большинстве. Надо сказать, что грянец, и прочее, проиграв нашим профсоюзам, супрово-защитам, например, докерам, предприятиям, борьбу на предприятиях, ВНПР стала делать трудные правила, а не проиграя на борьбу за грянец и делами предприятия. Более того, где же масса предприятий, больших, тысяч, больше человек, где наши профессионалы уже в большинстве, практически все работают в нашем предприятии. Я думаю, что этот процент пройдет больше и больше, через буквально год-другой, ну, увеличенный инфектина, и вся год-другой. Я думаю, что у вас нет глобализации, понимаете, что ваша партия, 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 а мы за прогрессивную глобализацию. То есть та глобализация, которая сегодня происходит, глобализация, которая интересна перед монополией. Более того, вступление России во всемирную торговую организацию в нынешних условиях, которые у людей комеют, что заработать на фото, и поэтому еще не из правительских странах, означает по факту превышение очень многих наших признаков. Это признается, в том числе, и для технических материалов правительства Государственной Думы Российской Федерации. Поэтому мы за такую глобализацию, которая приняла свой контакт международным, между людьми. То есть мы за прогрессивную глобализацию интереса к большинству, а не за то, чтобы вместо, скажем, нашего собственного газпрома отсюда, значит, деньги выкачивать что-нибудь еще в ООН или компания США. Более того, я бы хотел еще заметить следующий момент. Значит, в партии партия заработный плат. Именно заработный плат является основой для того, чтобы в стране были нормальные пенсии, для того, чтобы в стране были нормальные детские пособия, были высокие плодоходные налоги, а именно налог для федерации является главным сегодня для большинства органов местного самоуправления. И это очень скоро будет для федерального бюджета. И только за счет подтягивания заработной платы можно вести процветание в стране. Ресурс для этого есть. Еще раз повторю, что сегодня наша производительность труда 20% от американских. Наша заработная плата 5% от американских. Эти 15% входит в чьи-то особняки, в чьи-то я. Горс Капиталов за рубеж. Два акции не прибыли сипура. Почему так должно продолжаться дальше? Но этого не понимаем. И мы, вот наши организации, намерены бороться, и справедливая распорядление основанного богатства России. У нас как предприятие в Европе Союзе. Складо обижает то, что, как говорится, в принципе, тренинг депрессионализации России и, в принципе, в своей экономике теряет съеденные позиции. Я утверждаю, что квалификация наших рабочих ничуть не уступает, но мы должны выше, для конкурса рабочих заработных предприятий. Но поскольку доля заработных наших бетонезопродукций в России тоже обдаватель чуть меньше 10%, а на американском рынке будет попасть в 60-65%, то в силу этого, естественно, мы должны ожидать производственной продукции, при том, что квалификация рабочих вполне, так говоря, западной мировой стандартной. То есть, если мы рассмотрели систему заработных бетонезопродукций, то мы сможем обеспечить определенную способность нашей экономики. Играет музыка. играет музыка. Я слышал, что тамуста есть профессоред стандартный. Да. Огромный. Потому что один есть один. Один — есть один. Я ее... это вообще так дал. Это будет еще одна трибуна для того, чтобы вы сказали, что делать. Поэтому мы тогда пишем, что мы должны. Да, кстати, у нас сегодня здесь много людей есть. Я знаю, что у вас тоже много людей есть контакта. А там уже, они думают наступать в Союз защиты. Нам очень важно. И, соответственно, там можно было бы нормально строить организацию, в честности его участия. Ваш благородский, да? Мы стоим. Где-то не сидим. Так, и еще, товарищи, еще два объявления. Значит, ну, пока нет голосования, я хотел говорить про совершение голосования, но, тем не менее, в вас, папочка, находятся два бланка заявлений. Значит, на одном бланке в шапке написано «Федеральный совет», на другом написано «В региональное отделение». Что имеется в виду? Что мы очень надеемся, что все делегации съезда сегодня, прямо сейчас, напишут свои личные заявления о вступлении в нашу партию. Да, вот на бланке написано «Федеральный совет». А вот тот бланк, который здесь в региональное отделение, это вам с собой, чтобы вы у себя размножили, и мы каком-то хотим, чтобы федерации в общем-то. Понятно? Просто я кому сдавать? Председателю Федерального совета после выборов, пожалуйста. Поскольку есть условия вызывания партии, это то, что в целом в России не менее 10 тысяч человек, при этом не меньше высока 5 субъектов, это региональная переправка, как гранистская человек. И учет ведется именно по региональным отделениям. Поэтому, для того, чтобы ввести единица, и учет ведется, с одной стороны, единый реех на член партии, с другой стороны, по региональным отделениям. Поэтому, после принятия одного на водоплодик товарищу партию в региональное отделение, вы в копию этого протокола, для сам протокола управляете Федеральный совет, чтобы не включить людей в единый реех. Теперь, какое есть у нас предложение по введению нумерации членских билетов? Вы предлагаете так. Вы знаете, у кого есть машина, может быть, да? Что каждый субъект Федерации имеет свой номер. То есть, у нас будет так. Значит, в каждое региональное отделение пюро ставит две цифры в номер субъекта, да? Затем свой собственный порядковый номер членопрофитовой партии в этом субъекту Федерации, да? И сюда, да. Если член партии вступает не в региональное отделение, а в пикличную организацию, то, соответственно, будет номер субъекта Федерации, потом две буквы, обозначающие территориальную предназначенность и местную организацию. Объект Нижний Лобновский район Федерской области. То есть, будет стоять, соответственно, номер Федерской области, потом буквочки СЛ, СВ, порядковый номер входит в региональное организацию. Дело в том, что какого-либо закона, который бы обязывал снимать партийные взносы, не существует. В то же время партия, которая существует на какие-то иные деньги, вызывает некие вопросы. Вот. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время Федеральный Совет вопрос рассмотрит, ведет какой-то вопрос по взносам, естественно, четко скриверированный с материальными отборами защиты партии. Я думаю, типа, как было в своем КПЦ, что там с пенсионеров две копейки и так далее. Я единственное хочу заметить по поводу взносов. Мы дороже не стараемся писать этот пункт в уставу, чтобы не было возможности у чиновников Министерской юстиции, все еще к нам принять, смотреть на нашу финансовую бухгалтерию, и говорить, что в этом месяце у вас взнос заплатило, скажем, 9600 человек, а где еще 400. Понимаете? Такие вещи мы вставим и писать не будем, и нам нужно будет очень тщательно продумать, обстроить эту работу. По крайней мере, перед длительной дискуссией показалось следующее. Вариант наступительный взнос нужен, чтобы человек ощущал свою приобщенность к организации. Это показатель текущих взносов, что большинство партий здесь идут по принципу разово-годового взноса. Не очень большого, там дифференцированно зависимость от доходов, но разово-годового. Посмотрим, будем мы работать. Другие вопросы? Так, других вопросов не будет. Я еще раз пока замечу, у нас идет процесс голосования. Кто не проголосовал, здесь небольшая очередь. Как нам написать на ней было? Первый текст. Субтитры делал DimaTorzok 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 В местные органы власти, что называется, вывернули карманы. Нет денег и все. Задержки заработной платы продолжаются. Ситуация очень тяжелая. И мы понимаем, что зарплата маленькая. Просили Сергея Владимировича Крахова, соцпроф, представлять наши интересы в Верховном суде. Дело в том, что при определении этой мизерной зарплаты не согласовали этот вопрос с учителями, с профсоюзами. И Сергей Владимирович подает риск и получает судебное решение, где указано, что они провели переговоры с ПДПР. И что они, это правительство само по себе выбрало наиболее представителя профсоюза. Решение не юридическое. Решение политическое. Потому что если строго следовать духу и духу закона, то надо было обвести переговоры с профсоюзами, а они их делили с трехсторонней комиссии. А трехсторонней комиссии ни слова нет в законе. Мы, зубейца, обратились к Кассации. Я хочу сказать, что те бурты, которые касаются здравоохранения, они не накипели у всего народа. Поэтому мы не можем быть сегодня спокойны за школу. Ни за учителя и безусловно за детей. Плохо учителю, плохо ребенку. А ребенку в современной российской школе плохо. Его плохо учат, никудышно воспитывают. Школа не в состоянии противостоять в силу того, что несет телевидение и желтое кресло. Поэтому, конечно, мы приветствуем то, что наши проблемы нашли свое адресение. Я хочу остановиться на втором вопросе. Вот свободные профсоюзы, одни из немногих, где много лидеров женщин. Вот я прошу подняться на Зарова Надежды. Посмотрите на эту женщину. Она лидер транспортников огромного Новосибирска. Это она организовывала забастовку в Новосибирске. Это ее и ее подруг Дарили Шрикбрейкеров. А теперь посмотрите на Лид Михайлович Семененко. Поднимитесь, пожалуйста, Лид Михайлович. Вот. Это лидер нас лидер. И многие ее знают. И свободные профсоюзы сейчас остаются единственными, кто не отрицает проблем гендерного равноправия, кто выдвигает женщин лидеры. И я хочу сказать, что вот я из Петинской областной организации соцпром выросла. У нас самые боевые величные организации возглавляются женщинами. Посмотрите, как у вас красавицы с пензой привели. Поднимитесь, пожалуйста. Это лидер. Это женского профсоюзного движения в Петинской области. Поднимитесь, пожалуйста. Так. Вот. Романова Любовь Александровна. Так. Я хочу вам сказать, что я прошу еще. У нас есть координатор по ведомому равноправию. У нас по нашей стране координирует всех нас Семененко. Пожалуйста, из Оренбурга еще. Пожалуйста, поднимитесь. Пускай на вас посмотрят. У нас есть женщины-лидеры. И мы считаем, что наша партия должна здесь быть областом за женское равноправие, которое, к сожалению, в современной России попрано. Точно так же, как стыдно стало быть интернационалистом. Стыдно сказать, но интернационально. Вот у нас есть молодежное крыло. Они интернационалисты. Мы их приветствуем. Вы знаете, мигменно, но верно. Национализм, переходящий в фашизм, ползает в нашу жизнь. Мои московские ученики мне говорят. Почему вы говорите русский архитектор? Россий — это же не русский. Понятно? Россий — это не русский архитектор. И поэтому меня поражает вот эта волна черносотенная, которая заплеснула страну национализма. И очень хорошо, что в нашей программе «Вопросы интернационализма» мы не постесняемся эту проблему подставить. И, кстати, эту программу я ее приветствую. Я вас всех поздравляю со зданием партии. Я вас призываю активно на местах основные, главные идеи нашей великолепной, короткой, сжатоизложенной программы, так сказать, распространять, излагать. И думаем, что наша партия имеет большое будущее. Спасибо большое. Прежде чем дать слово следующему выступающему, есть предложение посоветоваться по регламенту. Президиум предлагает следующий вариант. На выступлении пять минут. Если зал за счет, что выступление хорошее, то есть... Ну как, в реакции зал, посмотрим. Также слово имеет Андрей Валентинович Мамаченко, город Астрахань. Я сразу просто замечу, что в Астраханье уже год существует, как именно политическое колорабочее движение, и местная региональная трудовая партия. Андрей Валентинович, вероятно, несколько раз скажет о том, как настроить. Единственная путь была уложиться в регламенте за пяти минут. Хорошо. Подготовиться, секундочку, представитель уковской делегации. Еще одно техническое объявление. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы... Прощайте. Маленькое существенное объявление. Я прошу потихонечку, так, по два человека от каждого региона подойти буквально на три минуты, вот к свете регистрации. Не мешать всем сидящим, потихонечку, так, легонечку, по два человека от каждого региона. Хорошо? Он для такого-то присутствует. Цель сегодняшнего собрания создать партию юридические. Но как только мы это сделаем, сразу возникнет вопрос. А как работать с населением? Потому что те формы работы, которые практиковал профсоюззащиту, уже не так эффективные, как они были раньше. Мы проводили в течение года десятки митингов, пикетов, забастовываем. Судили с администрацией, сейчас до спорта доведем. И практически показалось, что люди не очень активно идут на пикеты, на забастов. Вот, если три года назад зарплаты не выплачились по полгода, и людей буквально голод гнал на улицу, то сейчас люди получили вот этот маленький кусочек хлеба в виде нищенской зарплаты. И все сидят дома, жалуются на лавочек, на плохую жизнь. Стенают дома на кухне, потому что нет продуктов, и никто не хочет выйти на улицу, чтобы защитить свои права. Была у нас надежда на то, что на выборах поддерживают наших кандидатов, потому что мы добились конкретных результатов. Мы смогли суметь прекратить фермерные отключения, добились отменения высокой пенеболикой энергии, и выбили деньги для ремонта нескольких общежитий бюджетных. Но, несмотря на это, на выборах народ, который пошел за зад, отдал свои глаза за людей респектабельных, застоятельных банкиров, предпринимателей, владельцев фермеров, главврачей и подобных. Все наши кандидаты заняли вторые места. Это почетное место, но, к сожалению, они ничего не дают. То есть нарисуют крепостное мышление у людей. Когда Наполеон шел на Россию, он рассчитывал, что крепостные с забываемыми помещиками будут его поддерживать. Но оказалось наоборот. Крепостные собрались в партизанские отряды, взяли белую пену и начали защищать свои хозяева. Мышление у крепостного было такое. Если он защитит своего хозяина, значит, тот его потом отблагодарит. Но когда Наполеон был изгнан, все вернулось на группе своя. Крепостные как били, так и сепина конюшни. И продолжались течены конюшни. Закончилось это восстание декабря, с основной реальностью на ситуации, в результате 2017-го года. То есть у людей, которые идут на выборы, это как раз то самое крепостное мышление. Поэтому партия должна обменять так, чтобы перестать делать упору на эти вот митинги, забостровки, пикеты. Конечно, их сбрасываться счетов нельзя, если надо, мы их применим. Но, в принципе, нужно уже разрабатывать новые формы работы. Поэтому надо уменьшить тактику. Значит, наша партия уже продумала несколько вариантов работы с населением. Первое, это можно создать для молодежи клубы и курсы по интересам, чтобы привлечь молодое поколение. То есть это могут быть курсы практической психологии, курсы актерского мастерства, аратовского искусства, курсы парапсихологии и подобные. Для детей среднего возраста можно создать что-нибудь связанное со здоровьем. Вроде там, восточный центр здоровья, вот, где изучают там медитацию, холостоп, дыхание и прочее, прочее. В общем, аналоги таких клубов уже есть. Люди на них ходят, но плачут немалые деньги. И, в общем-то, если бы партия взяла на себя заботу, воплотить работу преподавателей, то мы могли бы привлечь в эти клубы очень много людей. Конечно, клубы должны находиться в помещении партии, оформленном в соответствующем стиле, чтобы они пропитывались сухом партии. Вот. Следующее направление. Введение должностей и координатов по избирательным округам. То есть нужно отходить от других складов, район, область. Вот есть избирательного округа, набор Совет выборов, городской Совет выборов, и в областной представительном собрании. Надо назначать координаторов, ну, наиболее способных, которые будут в течение двух-трех лет работать с избирательными округами. За это время и избиратели будут знать, и они будут знать избирателей. Вот. Третье направление такое. Можно привлечь для работы в городах и села фонды, которые имеются в столице в Москве, в Петербурге, в Зарубеле. То есть финансовые фонды из-за самой разной направленности. Там, поддержка экологии, культуры, поддержка отдаленных детей, там, малоимущих и так далее, десятки и даже сотни. То есть нужно просто выключить договора с этими фондами в Москве и Петербурге и создать в городах-селах их представительство под крышей трудовой партии, то есть в помещение трудовой партии, и поставить председателям фонда и помощниками членов партии. То есть так мы сможем выйти на все слои населения, охватить их работы с вложением финансов, причем не наших, а фондов, и будем тем самым храмом, в который люди пойдут за помощью, реальной помощью. Можно создать аналитический центр партии, но это уже несколько попозже. Он будет включать три центра, так, центр финансово-экономического анализа, который будет анализировать, определяет на контроле между городами и областями. То есть депутаты будут получать финансово-экономическую информацию, передавайте центр, центр анализирует, и, значит, находит, куда ушли деньги, как их вернуть. Вот, следующий центр судебно-юридический, то есть его задача будет входить в прождение регулярных судов, на нарушение социальных норм, и третий центр законотворчества. То есть центр будет разрабатывать законы с привлечением населения в профессиональные группы. То есть, опять же, завязка на население, это очень важно. Адрик, то есть мы вот достигли, и у меня, господи, Игорь Васильевич, Игорь Васильевич, не культурное, а время выступления раздавать газеты. Будет ПРМ, позадите. Я еще буквально минуту чуть-чуть достал. Значит, почему сейчас все существующие партии находятся на спаде? Потому что они создают основные из функционеров, то есть людей, которые мыслят старыми шаблонами, категориями, прежние методы работы они и жили, но их не создали. Поэтому нам нужно очень активно привлекать спортивную структуру и передать все в виде творческих, способных носить нестандарты, неоргинарные, создавать буквально такие рабочие творческие группы. Они могут пользоваться по принципу руководитель, три творческих человека, три знатока и один критик. Задача руководителя ставит задачу, которую нужно обсудить. Знатоки выдают информацию, которую они знают. По этой теме люди творческие тут же эту информацию спитывают, осмысливают и выдают мысли. Критик подключается и начинает указывать, где какие проблемы могут возникнуть. И найти, не скажем так, должности, надо привлекать людей, которые от рождения являются людьми творческими, знатоками и критиками. Вот творческие люди, как правило, в школе троечники бывшие, которые пришли закалываться в боях с учителями, родителями, директорами школ. Пожисти они меняют институты, меняют работы и вообще не сыпят идеями и предложениями. А где институты, премии, стекло? Причем, в том числе и год, ноябре. Сейчас, секундочку. Значит, ответить. Знадодей — это высшие отличники, которые, например, в школу с медалью с дипломом красным. Вот, и они, как хотели, с энциклопедии. Вот, и критики — это чаще всего раздражения, являющиеся такими бампирами, инопедическими, которые постоянно критикуют, чтобы выделить у людей энергию. То есть всех этих людей можно в жизни найти, в процессе общения их выделить и создать для них вот такую творческую группу, которая будет работать. Ну, так вот, по руку сейчас достигнут. Спасибо. Голубарев, вот в узкой делегации, так вас записьте, Виктор Петрович. Так, есть. Да? Значит, подготовиться, товарищ Чудакул. Честное слово, мне счастливый день. Дело в том, что в 87-м году я попал в картотепу ЦК КПСС как теоретику международного рабочего движения, и она, естественно, политической части. Учитывая то, что в Советском Союзе не было собственного рабочего движения. Сегодня, учитывая то, что рабочее движение России, пройдя свои первые детские шаги, сегодня, зашла до формирования и создания партии, может быть, я и стану теоретиком российского движения, потому что стать теоретиком нужно на основе практической деятельности. Я думаю, у нас и появятся первые практические результаты. Дело в том, что партия, вы написали красиво, партия – это часть трудящихся в России. Дело в том, что капитала, ой, как новая организация, прежде всего, конечно, государство. И, сказать честно с вами, можно лечиться и врагов. У меня хорошее такое выражение Бежамина Франклина. Тот, кто живет надеждой, умрет голодным. Поэтому, как говорится, в Библии написано, главное – хотеть. Если ты очень сильно захочешь, то даже эти скалы свалятся в море. Ну, а теперь я перейду к тому самый момент. Поэтому, одно дело создать формальную партию, но можно, как и кто-то бы за ней организован. Поэтому, при капитализме, в котле, из которых едят рабочие любой страны, находится весь национальный продукт, созданный рабочими этой страны. То есть, они едят из отчего с богатыми котлами. Президентами, олигархами, губернаторами. Но брать из него больше и вкуснее им мешает немалый объем котла. И не спутность его содержимого, а исключительно, подчеркиваю, исключительно малые размеры их ложек заработных вкладов. Поэтому мы живем, я так говоря, на сегодняшний день так плохо, и потому, что в России проблемы чисто экономические, что нету так называемого богатства. Дело в том, что на душу населения национальное богатство, учитывая, что основном составляет литерные доллары, оно резко выросло. Вот ложечки у людей труда ой как резко уменьшились в сравнении с чертогами наших олигархов. У меня все. Спасибо. Ну, вы имеете, товарищи, подготовиться о новом. Я бы хотел остановиться на реестрах будущих проблем, которые у нас, как с вами, коллег, могут возникнуть в ближайшее время в связи с тем, что мы здесь образовали совершенно новое качество, совсем другое организование, в отличие от тех трудах, в которых мы с вами имеем стаж уже по 10-12 лет. В связи с этим я хочу сказать, что действительно сейчас как никогда актуальны слова известного вам деятеля, что политика не тротуар Невского проспекта. И поэтому, может быть, та ифория, которая у нас присутствует здесь на съезде, она наверняка расходится в ближайшее время, эта ифория, но она должна так расходиться, что все-таки конструктивная русская у нас осталась. То есть я хотел бы остановиться на тех проблемах, которые у нас могут возникнуть в ближайшее время. В первую очередь, обратить внимание на то, что действительно мы выходим на совсем другое качество. Если, образно говоря, мы шли с вами по рельсам, локомотивам, которые нас называют профсоюзом, то сегодня мы должны сесть на некое другое транспортное средство, где-то все другие правила, или, по крайней мере, много других отличительных частей в этом транспортном средстве под названием партия. Нам многим придется, во-первых, переучиваться или доучиваться. При этом от нас, как лидеров на местах субъектов федерации, придется два процесса оседлать. Во-первых, самим учиться, и во-вторых, еще доказывать самим гражданам, которых мы будем принимать партию на местах субъектов федерации, что мы что-то можем сделать. А для этого у нас диапазон наших возможностей должен резко увеличиться. При этом он должен увеличиться без каких-либо кардинальных финансовых возможностей. То есть это все будет происходить на наших альтруистских началах. Об этом мы тоже должны знать. Потому что вы знаете, что существующее законодательство о политических партиях резко ставит барьеры в участии на стройном капитале. Поэтому различного рода фонды и так далее, это можно, так сказать, уже оставить в прошлом, надежда на эти вещи. Поэтому здесь надо опираться только на собственные силы. Напомню, что в связи с тем, что мы переходим в новое качество, наверняка нам придется и вернуться к тем годам обучения в наших университетах в 10-летней, 20-летней давности, когда мы изучали с вами классиков. И наверняка со мной согласится почти, наверное, все, что основное социальное противоречие, о котором говорили еще классики, мы изучали об институтах, оно сегодня актуально как никогда. То есть это противоречие университетов. Бюрократии и бизнес-элиты, с одной стороны, и наемные работники, с другой. Исходя из этого противоречия, можно развернуть всю картину существующего беспредела в нашей стороне, в том числе и в субъектах федерации. Каждая об этом не вас знает. Я бы хотел остановиться только буквально на некоторых вещах. Естественно, для того, чтобы приобрести новое лицо, новое лицо нашей партии, мы должны за короткое оставшееся время до выборов в Государственную Думу при минимуме финансовых средств очень и очень много поработать. Если мы этого не сделаем за ближайший год-полтора-два, то на ближайших выборах в Госдуму у нас будет очень много проблем. Поэтому это очень большая работа. Очень большая работа. Поэтому я бы хотел, чтобы многие здесь выступающие, будущие после меня, в том числе, обратили на это внимание. То есть нам нужно, видимо, остановиться на тех проблемах, которые сегодня вот просто кричащие проблемы. В первую очередь, это, конечно, проблема так называемого реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Вы прекрасно знаете, что реформирование жилищно-коммунального хозяйства напоминает как борьба, как движение, попытка догнаться за горизонтом. То есть это бесконечный путь нарастания суммы оплаты за коммунальные услуги. При этом заработная оплата давно уже зафиксирована. Она, естественно, подвергается в связи с тем, что происходит в стране повышения цены инфицирования и так далее процессом. Поэтому говорить о том, что жилищно-коммунальная реформа сегодня в той модели, которая представлена правительством, это под большим вопросом. Поэтому один из, может быть, вариантов на местах, в субъектах федерации, надо людям говорить, и мы будем наверняка писать рекомендации из федерального совета, я надеюсь, о том, как это делать, как это говорить. Потому что оплачивать стопроцентно услуги жилищно-коммунального хозяйства при том партнете, который там у них происходит, это просто невозможно. Потому что, получается, альтернатива, правительство предлагает альтернативу нам с вами, в субъектах федерации. Или живи с хлебом и водой, и плати коммунальные услуги, или, естественно, так сказать, выбирая наличие. Поэтому это очень альтернатива непонятная, и она бесконфективная. Спасибо большое. Спасибо. Слово имеет, товарищ Арбанов, по проблеме международного поведения, да, Елена? Да, поведение. Пожалуйста. Заметный вопрос. Это говорит регион. А, регион, пожалуйста. У вас, по-моему, есть какие-то представляют? Да. Какие-то представляют? Пожалуйста. Я Арбанов Александр Юрьевич, председатель милиционного опроса международных. Мы живы в Ленинградской области. Представляю Ленинградскую область. Значит, дело в том, что сейчас, в мае прошлого года, правительство приняло программу билетизации железных дорог. То есть она называется программа акционирования. Но по факту это приводизация. 3-4 ноября в России, в Шанкт-Петербурге прошла международная конференция, организованная профсоюзами разных стран Европы, то есть Франции, Германии, Великобритании, ну и от других стран, а также в ней приняло участие представители профсоюзов России. В том числе и отдельный член Роспрофжел, который, то есть профсоюз, так сказать, Эфтянам, который адобнил программу приватизации. К чему ведет приватизация, все мы знаем, большинство из нас, в общем-то, работают и на акционированных предприятиях. Это и порты, и морские, это и аэрофлот и так далее, и так далее. Сейчас хотят то же самое сделать с железной дорогой. Но дело в том, что приватизация, ну и из охота приватизации мирового, мы знаем, что приводит она в основном приватизация железных дорог к росту катастроф в Англии после приватизации количественных крушений увеличилось в 5 раз, допустим. Ну, к росту безработицы, это естественно. В Германии есть 500 тысяч человек, работавших на железных дорогах. На сегодняшний день сокращено уже 270. Планируется в ближайшие 3 года сократить еще 90. У нас из доклада высшего министра Аксюренко, где там он сделал доклад на коллегии, сокращено уже 540 тысяч. Из оставшихся миллионов 200 в ближайшие 5 лет хотят сократить еще полный килограмм. Хотя сейчас укомплектованность составляет 35-50%. И, то есть, все мы должны подумать, а доедем ли мы после этой приватизации, что там мы-то хотим делать. И дело в том, что приватизация, это неизвестный рост цен на билеты, на тарифы перевозок, то есть грузовые. Если Англии маленькие островы, там можно пересесть на автомобиль, там хорошие дороги, так же, как в той же Германии, то у нас страна большая, седьмая часть суши. И ехать в Владивосток на своем автомобиле, в общем-то, накладно. Дело в том, что сейчас профсоюзы учредили партию, партию труда, в которую входят, в общем-то, активные граждане страны, не только члены профсоюзов, но в основном, конечно, члены профсоюзов. В основном тех профсоюзов, которые защищают правообладников. Но впоследствии будут входить, конечно, и другие организации общественные, там, правозащитные и так далее. Они и сейчас есть. Но дело в том, что мы же должны сразу ставить какие-то цели перед собой. Вот есть проект резолюции против вступления России в ВТО. Очень хороший проект. Действительно, это гибель на России вступление в ВТО на сегодняшний этап. Но дело в том, что приватизация железных дорог, это не менее гибельно. И мы подготовили проект резолюции съезда по приватизации железных дорог. Я хочу его зачитать. Потом его, ну, то есть, раз в ночь, но если съезд одобрит, то, я думаю, можно принять такую резолюцию. Ну, я зачитываю. Это резолюция по приватизации железных дорог. Участники Учительного съезда Российской партии труда заявляют об обеспокоенности плановое правительство Российской Федерации и ПС в России по форсированному поведению акционирования и приватизации железных дорог в стране. Официально объявленные цели реформы обеспечения капиталового жения в отрасли, недопущение роста тарифов через влашение конкуренции, сохранение централизованного управления при приватизации прибыльных сетков скрывают ее истинное содержание. На деле эта реформа обначает приватизацию железных дорог. Железные дороги, страны и магистрали страны являются хребнозными артериями нашей страны, периоды которых восстановится вся жизнь отложенного организма Родины. Дело в том, что он отложенный, конечно, уже больной от организма. Но этого не будет. Мы не можем пустить такое завоевание цивилизации как государственные железные дороги. Мировой вопрос показан, что приватизация и выводы из-под контроля железнодорожного транспорта неизвестно ведет к серьезным социальным последствиям, коррупции, росту безработицы, ухудшению безопасности, перекачивание государственных следствий в карманы собственника, в частных железных железнодорожных компаний, операциям. Отставив экономический и социальный провок FIN в России мы требуем прекратить процесс приватизации и вернуть предприятия железнодорожного транспорта в государственную собственность, сохранить централизованное управление перевозок. Реально обеспечить демократический контроль за расходами на бюджетных церков и использованием прибыли государственного железнодорожного транспорта. Прекратить перекởенное субсидирование и использовать прибыль от грузоперов для обновления оснанeminивных формах, обеспечив государственное эдатирование унышных пассажирских и пригородных перевозок, усилить финансирование отрасли и установить вводные цены на потребляемые железнодорожным транспортом ресурсы, прекратить повышенные ценные билеты, мешающие граждан страны возможности общаться. Вот пока проект резолюции. Спасибо. До новых встреч. Да, пожалуйста, вопрос. Что сделал профсоюз автоматизм и пригородных дорожников для объединения всех профсоюзных дорожников? Что сделал профсоюз автоматизм и пригородных дорожников? Ну, дело в том, что мы уже, дело в том, что я представляю межрегиональные профсоюзы без дорожников, они даже были уже разные профсоюзы, хотя мы сейчас состоим в одной конфедерации свободных профсоюзов, это раз, это уже шаг к объединению. Мы, ну, сейчас начинаем готовить, согласовывать устав, который, я думаю, скорее всего, на объединительном съезде будет принят, то есть всеми делегаторами. У нас уже было предложение, чтобы объединится всем железнодорожникам, и вы, в том числе, РФЛБЖ. Это просто наоборот. Я не представляю РФЛБЖ, так что я... Давайте, давайте так. Значит, мы все... У нас все же сторонники из разных профсоюзов для приватизации железных дорожников? Да. Да, хорошо. Значит, в этой резолюции слово РФЛБ уже есть? Нету. Значит, можно с ним проголосовать? Да. Что касается... Что касается... Что касается резолюции, я покажусь ее за основу. Почему? Я бы, честно говоря, в Музыке партии, да, на первое место поставил вопрос о разобщенности наших граждан через увеличение дарифных международной перевозки, да? А вот. А уже потом все остальное, потому что в этом безобразии не было, дало бы в нас совершенно здоровье. Например, местами. Ну, вот всю техническую руководитель оттуда, но в самом деле это за основу, и потом я все говорю... Да, да, да. Доработать перед диктором, конечно. Значит, есть предложение принимать за основу. Против того, чтобы принимать за основу. Есть люди? Нет. Так, вы против принятия за основу? Нет, не против. Тогда есть такое предложение. Значит, принять за основу. Всем, у кого есть предложение по, скажем, тексту резолюции, тем более она пока еще не размножена, просто поработать с электронной комиссией, чтобы, соответственно, ее исправить. Вот. И, кстати, я думаю, что будет разумно относить по резолюции то, что следствие выражает надежду, что след за отставкой Аксюринка будет отправлена в отставку и поличка Аксюринке по приписации железных дорог и к тотальным массам увольнения в железнодорожье. Да. И по дарифам, конечно. Значит, кто за то, чтобы принять резолюцию за основу, прошу проголосовать. Так. Спасибо. Значит, кто за то, чтобы получить редакционную комиссию совместно с интересованными товарищами, ее заработать и потом уже принять той редакции, которая будет отработана редакционной комиссией. Прошу проголосовать. Так. Спасибо большое. Значит, всем, у кого заключение произойдется, есть просьба выходить на контакт с реакционной комиссией. Значит, дальше слово имеет Сергей Константинович. Мастро. Значит, подготовится. Подготовится. Золотареву автоваз. Мастро депутат городского совета. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здесь присутствуют все лидеры, которые сейчас в регионах строительства парки. Поэтому буквально несколько слов о строительстве у этой партии ВАЗНО не поскольку в АЗНО уже был. И сказать, что есть много отсчетов. Ну, буквально просто одно, что я считаю наиболее важным. В процессе работы в партии на строительстве мы пришли к выводу, что, кстати, сейчас не говорилось о том, как строить эту партию в регион. То есть такая практика пройдет за временем. У нас в стране много есть, и я может быть хотел в качестве организации порекомендовать. Ну, существует достаточно большое количество разнообразных структур по региональному строительству вот этих партий. Мы предложили бы воспользоваться как бы координаторами и работать с помощью координаторов. Обычно, обычно партийные организации создаются, опираясь на координаторов, которые разбиты и отличаются за районом или за полрайона какого-то. Мы же предлагаем координаторов развить по избирательным округам. И это считаем очень важным. Потому что этот человек, изначальный человек, который вставит в партию, на такой либо избирательный округ, будь там, допустим, областной либо городской, он начинает работать, в принципе, на то, чтобы пройти в эти органы власти. И в органы власти, в случае, если партия входит в какой-то же такой же поддержкой, то поддержка, я думаю, что у нас будет достаточно большая, появляется, в общем-то, еще один депутат, который будет оставить интересы народа, интересы трудящих. Вот, наверное, и все. Просто хотел бы, чтобы каждый может так проанализироваться в этот момент. Вообще, существует некоторое наработанное качество и, значит, привлечение дополнительно финансовых средств. Но я думаю, что у нас будет съезд еще один, при тому же, подробнее задать эти вопросы. Спасибо. Слово имеет. Мы, товарищ Лондарев, окнава стоящим в Россоюз Единства, которого потом известная партия решила взять название. Пожалуйста. Да, это так. Но мы это отберем. Да, секунду. Подготовьтесь, товарищ Лондарев. Хотелось бы отметить необходимость создания такой партии, которую мы сегодня создали. Именно объективная необходимость создания, она была выстроена над нами, всеми здесь сидящими, в процессе тяжелой исправительной борьбы. То есть, это объективная необходимость создания подчеркнута. Хотелось бы поделиться опытом того, что мы имеем в результате борьбы и в политическом плане. Может быть, вам известно, что наш представитель, в России, потому что в Россоюз Единства был избран депутатом Государственной Думы от города Тольятти. Кроме этого, у нас есть еще депутат Городской Думы, с которыми мы заключали договор. Это очень интересный опыт. Я спрашивал у знакомых иностранцев. Нигде в мире такого опыта нет. Когда избирают кандидата на власть, органы власти, с ним заключают в общественной организации или в общественном деле договор на то, что он берет на себя обязательства или обещания избирателям, и потом за них отвечает. А общественная организация или структура какая-либо партия должна контролировать его деятельность по всем пунктам взятых и взятых. В случае неуполнения, эта организация будет инициировать отзыв такого депутата. Это хорошая завязка, которая необходима и в нашей партии. Потому как здесь тоже так же могут оторваться, забыть на обещания, и те инструменты, механизмы завязки, они не прочные. В таком случае будет вести работу, как в нашем примере. И на самом деле сейчас в случае работает схема, отчитываются депутаты о своей работе, и уже они чувствуют себя под контролем и будут себя так развязаны, как это делают остальные в Думе, особенно государственной. Всем известно, что исторические примеры о том, как создаются партии, а потом они успешно отрываются от народа, уходя так, как от народа, так и как внутри партии. Отсутствуют демократические принципы, способствующие отделяться верхушке партии от членов партии. Вот надо будет предостеречь в этом плане и быть внимательным, осторожным для того, чтобы не допустить таких отрывов верхушки партии от членов партии. Здесь, наверное, скорее всего, будем еще работать над уставом, над программой партии, над уставом партии, где бы заложены механизмы, не позволяющие такого процесса. Демократия, она все-таки отрицательной уже стала, да, как бы здесь говорят, да, все демократы, демократы. Должны мы все-таки проводить эту принципиальную позицию демократических принципов и среди населения и подтверждать тем, что мы можем сделать это, находясь... То есть сама партия должна быть примером демократии. Только тогда это будет передаваться и на общество, способствующие устанавливать демократические принципы. Ну вот, все. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Сколько вы имеете, товарищ Казенов? Хочу... Итак, еще поговорить. Еще поговорить, да? Подготовить товарищ Черенков. Александр Сергеевич Казенов, руководитель Ленинградского отделения Фонда рабочей академии. Сегодняшнюю возможность выступить я рассматриваю как отчет самого кодекса Олега Васильевича Жейна. Этот комитет позволил нам наладить связи со многими промышленными предприятиями. За это время мы прочитали на предприятиях свыше 50 лекций. Нас стали приглашать, я имею ввиду, лектора Фонда рабочей академии. Теперь, этот комитет позволил нам объединить многие общественные организации. Более того, партии, так сказать, приходят, различные теперь на наш комитет с предложениями поддержки и с предложениями, так сказать, инициатив новых и так далее. Но главное, что это различного рода профсоюзы объединились здесь и в этом комитете чувствуют себя хозяевами. Так что теперь партийные функционеры приходят из разных партий и предлагают им свои услуги. И мне кажется, что вот это вот очень важная тенденция. Наш уважаемый первый докладчик, я очень рад, что это была женщина, поддерживаю все положения ее выступления, высказалась в том смысле, что мало таких партий, как наша, по их коренной связи с трудящими. Я думаю, что таких партий немало. Таких партий одна всего. Другой такой партии в России сегодня нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно вот это вот содержание позволило нашей партии сегодня очень организованно провести начало. Я просто удивился нашим организаторам, что они без болтовни, без лишних, без лишних проволочек, значит, доложили о программе и сразу поставили на проголосование. И мы, как люди готовые за нее проголосовали, доложили об уставе, и мы, как люди готовые, сразу же проголосовали за этот устав. И перешли к делу, к обмену опытом. Почему так происходит? Я думаю, что потому же, почему мы за менее чем за год получили в Государственной Думе поддержку сначала 189 депутатов, а потом и 222. Потому что и на нас, и на депутатов дарят общественное мнение, дарят народ России. Депутаты поняли, что если они проголосуют против этого проекта, трудового кодекса, им потом будет не отчитаться перед своими избирателями. Я думаю, что вот это давление народа чувствуют и наши депутаты, и чувствуем мы. Это отражается на динамичном развитии нашей партии. Наша партия, ну, так сказать, как идея, такая более-менее осознанная, появилась летом. Прошло полгода, и мы учредили партию. Если сравнить и вы с буржуазным партией, у них проходит время значительно дольше. Скажем, Россия. Провозглашена была идея еще 15 июля 2000 года, и вот только они еще ставят задачу о создании партии в учредительном съезде. Поэтому я думаю, что нам вот эту динамику надо сохранить. И вот это доверие, которое сейчас есть в обществе, я думаю, что мы сможем оправдать. Но мы его сможем оправдать только при условии, если мы будем умной партией, если мы будем честной партией, если мы будем совестливой партией. Ну, что касается умной, то я думаю, что хороший опыт есть в Ленинградской организации. И мы отчасти распространяли его и в России. Это фонд Рабочая Академия. Я думаю, что если товарищи вот здесь выступали и рассчитывают, что какие-то есть фонды финансовые, и они будут трудящимся помогать, то это большое заблуждение. Мы можем только свои фонды создать и только свои фонды использовать. Нам надеяться некого, не на кого. Значит, поэтому фонд Рабочая Академии, не надеясь ни на кого, провел уже большую и проводит большую работу. В частности, мы создали несколько университетов современного производства. И в Ленинграде у нас действует такой университет современного производства, куда приходят товарищи рабочие, обсуждают политические проблемы, участвуют в прессе, в частности, в газетах «За рабочее дело», «Народная правда». И я думаю, что вот эту вот учебу нам нужно было бы не развернуть во всей России. Вот здесь перед этим докладчик говорил, что мы должны быть умной партией, должны учиться. Я думаю, что такую учебу в виде или в формах фонд Рабочая Академии университетов современного производства мы в нашей партии могли бы наладить. И, наконец, я думаю, что наши газеты должны быть такими, которые повышали бы интеллектуальный уровень и обмен опытом. За счет этого и будет расти ум нашей партии. А сила, трудовая солидарность, я думаю, что в ней есть. И это проявляется в солидарности профсоюзов, в том числе и в той резолюции, которую мы только что приняли за стол. Спасибо. Большое спасибо. Слово имеет товарищ Ширенков, подготовится Смирновым. Пожалуйста, Николай Петрович. Николай Петрович представляет движение пенсионеров города Тюмени. Я бы заметил, что, ну-ка, я бы понимаю, именно оттуда и пошла все время Российская партия пенсионеров. Соответственно, именно оттуда и должен пойти тоже наш класс работы по этому управлению. Пожалуйста. Значит, я сразу скажу, что Российская партия пенсионеров была создана чисто предвыборной компанией. Там же оказывал свое влияние Бородин. Там же наш был тюменский представитель Аношенко, который создал эту партию, и которая зарегистрирована в Москве, а не в Тюмени. И он только пользуется передоварами. Так партии нет, а у пенсионеров добра не сделана. В Тюмени есть еще одна партия пенсионеров, партия пенсионеров правозащитных органов. Вы представляете, что это за партия? Это партия, где пенсионеры получают революционную пенсию. Эти пенсионеры от органов нас. Когда ты приходишь, а там все юристы и так далее, когда ты приходишь, окажите нам помощь, они читают закон точно так, как читают починок. А починок читают так, как ему выгодно, т.е. со стороны с точки зрения мошенничества. Потому что пенсионеров обманывают, обдоровывают беспардонно, бессовестно и надо. Значит, и что же получается? Значит, пенсионер, я уже два года веду борьбу. Значит, создав наше движение в округ Владимир Леонидович, это просто союзный лидер. Значит, и начну с того, как мы создались мы. Значит, когда, наверное, помните, о всем наш умевших ИКП. Этот ИКП, кто-то загрословано, я сейчас пояснять не буду, приписали внизу. Значит, приписку сделали. И вот эта приписка полностью закон искатила. Этот закон только не применялся. Потому что его нельзя прокременить. Потому что по новому закону, в примере ИКП, даже пенсия падала у пенсионеров. Его просто заморозили. И потом потихоньку начали подтягивать. И когда стало уже только оно выгодно, но с перспективы, что опять же, предпенсию можно воровать с этим ИКП, стали его внедрять спустя два года. Этот закон кое-как протокнули. Но теперь наступило новое время. Значит, то, что украли у пенсионеров, значит, незаконным идем. Это что? Украли полностью девяносто четвертую статью. В этой девяносто четвертой статье четко сказано, что, допустим, лица по призыву в армии должны заставку засчитываться один год службы, и два года вы должны писать. Ведь человек в это время службы лишается полностью всех прав. Этот человек государственный. Во взгляде молодого человека на службу, он не имеет права ни на отдых, ни на любовь, ни на учебу, ни на что. Этот человек полностью находится за проволокой. Только не за колючей, а за психологической, за моральной, за правовой проволокой. Этот человек полностью государственный. Этого лишили. Причем в законе этого не было. И в течение года постепенно правительство приучало население, чтобы те привыкли, что учебу нужно убрать с закона. Ни за такого закона учебу убирать не было. Никогда этого не было. Значит, правительство это все внедряет. Потихоньку шум идет. И потом наша дума это все утверждает. Вы посмотрите, до чего зашла наша дума. Сейчас приняли два закона пенсионных. Закон о государственных пенсиях и закон о трудовых пенсиях. Как это в одной стране с одним политическим строем, с одной конституцией и могут быть два закона. Кого нет из тех первых законов? Закон государственной пенсии. Опять же, те правоохранительные органы государственных чиновников, туда входит и депутатский корпус, и у них совсем метод исчисления пенсии совсем такой. Значит, они пенсию будут получать в два раза больше, чем мы, так называемая выдла. Вот, они будут, ну, кто их здесь у нас, я не знаю. Вот, два закона. Два закона не может быть. Закон должен быть единый для всех пенсионеров. Все пенсионеры едины. Время. Подходит. С вашего позволения. Можно маленько? Чуть-чуть. Можно, да? Значит, теперь второй закон такой. Второй закон. Это придумали опять же. Как обворобать. И как закрепить то, что вот в течение двух лет у нас обворобали, теперь узаконили. Вы посмотрите. Если раньше женщина имела право даже за каждого ребенка получать рекорд по уходу за ребенком, но не более девяти лет. Сейчас что сделаем? Каждая женщина имела право получать по уходу за ребенком по полтора года, но не более трех лет. Даже, понимаете, рождаемость будет падать. Даже заботы нет. Это идет выполнение какой-то программы американцам израильские. Четко сказать, какой программ. Но никак не конституция наша. Значит, видите, вы положили. Теперь. Взелайте мой кучок. Ведь у нас в законе четко написано. Если эта учеба была на приобретении специальности и дальше человек работал по специальности, значит, это засчитывается в стаж. Нет, сейчас учебу выкинули. И получается, чем человек больше учился, хотя на дальше работал с большей отдачей, у него пенсия меньше, чем у тети Маши, который закончил 7 классов, торговал газировкой. Это же беспредел. И что думает наша дума? А в нашей думе у меня такое впечатление, что это маленькие встаньки, у которых нижняя часть тяжелая, а верхняя пустая. И больше к чему больше вливание делали в нижнюю часть, сами себе. Все придется стоять. Но пора прекращать. Ведь пора все прекращать. Что они там думают? Не знаю. Я обращался к депутату Госдумы Рынкову, лично с ним встречался, с Рынковым. Ну и что вы думаете? Вот так куда напишешь? Они опять же возвращают в Тюменскую прокуратуру, в Тюменский департамент срок защиты, и те дают ответ. Ну дума, одумайся. Еще раз во имя. У нас то, иначе не все смогут выступить до беда. Так, ищите. У нас по беду. Ну что сейчас такое перестанавливаешься? Я сейчас. Значит, пиздайте. Можно? Да нет. Ну спасибо. Значит, смотрите еще, что случается. Какие прошли облучения? Когда возвращаются эти письма, мне опять пишут. Значит, вот видите, все правильно. Обращаюсь к прокуратуру, прокуратура отвечает, все правильно. В суды. Мы прошли более сорока судов. Судились уже за пенсии. Вот. Ну нашлось то, что у меня уже, я уже стал бояться ходить. Стал куда идти, придем друг с тобой. Бабушек, бабушек меня сопровождают. Почему? Потому что стали уже провоцировать такой скандал, чтобы можно было там куда-то меня сдать. Вот и для чего заходит. Ну пора опомниться. Пора начать к закону, обращаться в политические партии. И вы представляете какую картину. Как выборы подходят, так понятно, входит Николай Петрович, давай Амбов, мы тебе поможем тонкочку, поможем тоже, значит, агентировать пенсионеру голосовать. Я ни с кем не соглашаюсь. Я говорю, мы не продаем все. Мы самостоятельные. И мы будем действовать. Ну вот сейчас накалец нашлась партия. Вот. Я считаю, что вот эта партия, опять же, мы в самую партию вступаю лично я. Все движение я не могу, так сказать, его сделать. Именно в этой партии. Но уже будем работать с этой партией. Потому что я надеюсь, через вот Олега Васильевича, как-то, чтобы наши документы доходили до Думы. Доходили до Президента. И так далее. Чтобы мы не кричали, бескончилось то время, когда сверху распределяли и снизу получали. Сейчас у нас правительство кровожадное. Собрались такими, а лицами не отдадут никому ничего. Мы должны брать сами. Если мы сами не возьмем, нам никто не отдаст. Спасибо за внимание. Ну, вы имеете в виду Смирнов, общество защиты право-дородных владельчиков. Единственное, я замечу, что Вантин Савастьянов, ведущий депутат в Думе по вопросам председательного законодательства и активный критик правительственной реформы, она тоже готова к нам присоединиться, просто сейчас находится за пределами страны, но поправила телеграмму, приветствую, и, в принципе, у нас будет не один депутат российского парламента нашей инфраструктуры. Водимок готовится к мужчину. Дорогич, маленькое техническое объявление. Я прошу представителей Красноярского края, Воронежской области, Ивановской области, и Башкирия здесь, туда, там, заправьте, таковы. Можно? Уважаемые делегаты, я представляю здесь мелкий бизнес, мелких предпринимателей оказался брошенный слой в России. по статистике, у нас, в наших организациях, порядка 80% это люди, бывшие учителя, бывшие медики, бывшие научные работники, которые вынуждены торговать на улицах, на рынках, организовывать мелкие предприятия, в том числе и производственные сферы. практически они выживают только потому, что сопротивляются существующему режиму, несмотря на то, что везде договорился, какая-либо поддержка. Идет четкое расслоение на бедных и на богатых. И вот среднего слоя о том, что, как говорится, это, как говорят, наше правительство или президент, как хочется он создать, его не существует. Я хотел бы, чтобы в программных документах, если уж этот курс идет, чтобы средний слоем формировался за счет квалифицированных рабочих, за счет интеллигенции, за счет мелкого предпринимательства, а не за счет коррумпированных чиновников и по криминальных элементам, как это есть сейчас. И еще один такой момент, что сейчас создана партия. Партия создана фактически из правозащитных организаций. Но у партии есть главная задача, это главная задача взять власть. Власть берут, то есть для того, чтобы цель, для того, чтобы задачи были уже не только партийной, но и государственной. И на мой взгляд, самая основная наша будет с вами дальнейшим задача, это чтобы член партии не стеснялся, как сейчас в некоторых других на выборах говорить своего членства, и скрывать его, а наоборот, чтобы это давало поддержку ему, давало голоса, и я думаю, что если мы будем все вместе действовать, не болтать, что-то предпринимать, реально делать, я думаю, что мы этого доберемся. все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Счетная комиссия готова заложить результаты. Уважаемые делегации съездок, разрешите вам зачитать протокол номер один организационного заседания счетной комиссии нашего ученица поездка дня. Избирание поседателя счетной комиссии учредительного съезда российской партии труда. Избирание owed счетной комиссии уч decensal российская партия труда. Слушается. Избирание поседателя счетной комиссии. учредителя заведения accum ​​нался человек, н 온 старт Советр почвен его нужно Продолжение следует. Продолжение следует. От 52 субъектов Российской Федерации делегатам съездом выдано 195 подключенных съездом принятий для тайного голосования по избранию председателя Российской политической партии «Российская партия труда». При вскрытии опечатанной фону обнаружено 193 фону. Из них признаны действительными 192. Их подсчет дал следующие результаты. По кандидатуре Шеяна Олега Васильевича на пост председателя Российской политической партии «Российская партия труда» проголосовали. За 189 делегатов. Против 1 воздержалось более. По кандидатуре Шеяна Олега Васильевича на пост председателя Российской политической партии «Российская партия труда» избран Шея Олег Васильевича. Продолжение следует. Прошу председателя Российской политической партии «Российская партия труда». Поездка дня. На результатах тайного голосования по выборам председателя Федерального совета Российской политической партии «Российская партия труда». Слушали результаты тайного голосования по выборам председателя Федерального совета Российской политической партии, Российская партия труда. На основании подтвержденных съездом по помощи 201 делегата Учительного съезда Российской политической партии, Российская партия труда от 52 субъектов Российской Федерации делегатам съезда выдано 196 подтвержденных съездом бюллетеней социального голосования по изборанию председателя Федерального совета Российской политической партии, Российская партия труда. При вскрытии опечатанных форм обнаружено 194 бюллетени. Из них признаны действительными 191. Их подсчет дал следующий результат. По кандидатуре Храмова Сергея Владимировича на пост председателя Федерального Совета Российской политической партии Российская партия труда проголосовали за 176 бюллетен, против 9 выдержало 6. Валерий Федерального Совета Российской политической партии Российская партия труда избран Храмов Сергея Владимировича, председателя Федерального Совета Российской политической партии труда. За то, что подтвердить данное решение, прошу, буду вам вставать. Спасибо. Протокол номер 4. Валерий Федеральный 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 Федерный Федеральный 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 Ф Российская политическая партия «Российская партия труда» от 52 субъектов российских федераций делегатам съездом выдано 195 утвержденных съездом бюллетеней для дальнего обоснования по избрану членов Федерального совета Российской политической партии «Российская партия труда». При усвоении опечатанных форумов обнаружено 193 бюллетени. Из них призваны действительными 192. Их подсчет стал следующий результат. По списку кандидатов члены Федерального совета Российская политическая партия «Российская партия труда» проголосовали за 189 делегатов, против 1, поддержалось 2. По результатам данного голосования членами Федерального совета Российской политической партии «Российская партия труда» я хотел бы спросить у Света. Зачитывать лифты, список? Здесь единственное то, что вы уже голосовали, знаете, и под номером 18 Иванова Любовь Александровна, и под номером 28 Козлов Алексей Юрьевич. Вы за это голосовали, вы об этом знаете. Кто за то, что будет утвердить данный протокол, то, что будет выставать? Протокол номер 5. Заседание счетной комиссии Учительного света Российской политической партии «Российская партия труда». Повестка дня. О результатах данного голосования по выборам членов Центральной контрольно-нагрузионной комиссии Российской политической партии «Российская партия труда». Слушали результаты тайного голосования по выборам членов Центральной контрольно-нагрузионной комиссии Российской политической партии «Российская партия труда». На основании подключенных Светом полномочий 201 делегата Учительного света Российской политической партии «Российская партия труда» от 52 объектов Российской Федерации делегатам съездом выдано 200 утвержденных съездом глядений. Для тайного голосования по выборам членов Федерального совета Российской политической партии «Российская партия труда». При скрытии опечатанных форумов обнаружено 195 глядений. Из них признаны действительными 191. Их подсчет дал следующий результат. По списку кандидатов членов Центральной контрольно-нагрузионной комиссии Российская партия «Российская партия труда» проголосовали за 190, против нет, удержалось 1 дилерат. По результатам тайного голосования членов Центральной контрольно-нагрузионной комиссии Российская политическая партия «Российская партия труда» избраны Бану, Михаил Александрович, Черкасов Александр Васильевич, Денисов Алексей Михайлович, Крешкарев Васильевич Иванович, Чернавский Александр Анатольевич. Доседатель СКТ. Кто за то, чтобы утвердить данный протокол, прошу прогулка. Спасибо. Таким образом, руководящие органы партии сформированы. Все решения, которые нам необходимы для работы, приняты. Нам нужно будет еще проколосовать одну резолюцию. Но, тем не менее, задачи, которые сегодня перед нами стояли, главные – это защиту. Я прошу прощения, но нужно еще решение сделать. Сделать то, что у нас целый ряд моментов должен отражаться в официальных положениях. Это о региональном отделении, о комиссии, о комиссии. Я попросил съезд дать такое поручение Федеральному совету от имени съезда. Такие положения разработать и утвердить от имени съезда. Кто за такое поручение, кто был сам? Я хочу вам поставить. Да, я хочу вам поставить. А как? Кто же был сам? Спасибо. Еще раз читаю. Текст такой. Съезд, получая Федеральному совету партии, разработать и утвердить от имени съезда, сочетов съезда партии, положение по региональному отделению партии, по местной первичной организации партии, по ревизионной комиссии партии и иные необходимые нормативные документы. Все принято. Леонид Васильевич, пожалуйста. Плово имеет товарища Кошин, Нижний Новгород, красный столб, российский наитель работе. Подготовиться товарища Стрянинова. Единственная позьма, мы уже начинаем работать в условиях жесткого временного лимита, то есть ровно 5 минут дополнительно времени. Товарищи, я не мог не выступить на этом съезде учредительном. Во-первых, передаю вам от Сормовского рабочего класса большой привет. Они знают, что я здесь представляю Сормовичей. Работаю я топорным расточником на заводе Красной Сормова. Возглавляемся в медрабочих завода и является председателем Российского комитета рабочих. Может без микрофона совсем? Может и так. Здесь уже Козенов сказал, что партия учреждена сегодня, 12-го. Но над учреждением и над установлением партии, российской партии труда, мы работали уже давно. Российский комитет рабочих, я считаю, это самая демократичная организация в России. В которой, доступ в которую представляется буквально всем, значит, рабочим коллективом. И сейчас на Российский комитет рабочих, на его заседание приезжают люди с профсоюза защита, с солидарности, с единства, профсоюз докеров, с железнодорожников, рабочие советы, ряда предприятий. Значит, в нашей области, России. Правильно, сейчас по финансовым соображениям может быть нам и тяжело добираться, значит, до лишнего Новгорода. Но, тем не менее, заседания всегда проходят на очень высоком уровне. То есть, без болтовни, кому можно что-то сказать, кому можно чем-то поделиться в своей работе, в своей борьбе. Значит, я хочу сказать, что эта структура Российского комитета рабочих, она, значит, дает возможность влиять, показывать наше влияние на любые партии, на любые движения в России. Я не ошибусь и не открою истины, что здесь нас собрала, значит, борьба за наш новый ГЗОД, за ГЗОД Шейна. Российский комитет рабочих его одобрил в 95-м году и ни разу еще мы собираемся два раза в год в Нижнем Новгороде на Красном Сорву и подчеркнув. Значит, ни разу ни одного заседания не прошло, чтобы мы не поставили первым вопросом ситуацию по годам. И эту работу мы будем продолжать. Что мы делали, я скажу в двух словах на заводе. Мы отошли, конечно, от митинговщины, но есть вопросы, которые просто нельзя без митинга решить. Вот, например, реформа жилищная сейчас. Значит, да, конечно, надо в районах собирать митинги, но на заводах, на предприятиях. Надо останавливать производство против вот той реформы, которую сейчас, значит, принимают. Не надо останавливать на сутки, на час. Ребят, мы вот по кодексу, в борьбе за этот кодекс, мы останавливаем всего на три минуты. На три минуты. Но все Сорву знало, что чего-то, значит, на Сорву не в порядке, чего-то там они делают. Мы гудели. Каждый в цеху, кто принимает участие, три минуты остановка производства, гудки и большой заводской гудок. Он у нас гудит только, значит, в декабре месяце в честь вооруженного восстания. Один раз в год. А это, значит, вот мы за время борьбы за новый экзот уже несколько раз, значит, останавливали производство и гудели время. Я слушаюсь, значит, приглашаю здесь всех сидящих и даже, которые не приехали сюда, начали новое заседание Российского комитета рабочих, которое состоится 16-17 марта на заботе Красной Сорвова. Повестка дня. Первый вопрос. Я сейчас зачитаю дословно. Нет. о действиях рабочих и профсоюзных организаций в условиях принятия нового зота. Докладчик будет Олег Васильевич Шерри. Второй вопрос, очень важный, будет об индексации зарплаты. И я благодарю, значит, организацию профсоюзного докера Ленинграда, что они согласились, значит, дать докладчикам по этому вопросу, потому что они уже многого добились в этом вопросе. 29 декабря они приняли колдоговор или выиграли трудовой спор по индексации зарплаты. Ну, а почти все. Спасибо. Слово имеет товарищ Астерина. Вот так. После этого есть предложение принять индексацию по ВТО и перерыв. У нас тогда остаются выступления товарища Лермана, Юрова, Генокметовой и Чернова. Да, и Храпова. Астронинов Алексей Иванович, проживающий в Ярославской области, представляю шахтеров города Маркуха. Ну, поскольку здесь в основном все, ну, не все, но и пенсионеры с севера, когда нас переселяли с севером, закрывали предприятия, расселили по разным регионам все России. Пенсии у нас, не знаю, на каком основании, пенсии подснимали у шахтеров. В последнее время, вроде бы, правительство одумалось, опомнилось, была такая, значит, информация, просто по телевидению везде, значит, что мы обидели шахтеров северян, но не только в Аркуты, и в Урмасов, и в другие регионы, значит. Что, значит, надо уделить внимание шахтерам, отработавшим на севере, ураганных шахтеров севера. Однако, поскольку перед съездом я поинтересовался в этих горсобесах, везде, никакого внимания шахтерам, северянам не уделяли. Как были местные бабушки, которые продавали семечки на базаре, у них было 1500 пенсий, а у нас у шахтеров на поляне 1300, ну, может, там плюс-минус небольшое склонение, это не совсем точно. Как на общих основаниях, без всяких рот, подняли ранки, дипланты, и у нас стало 1700, у них 1900. Значит, чтобы обеспечить свою старость, не надо ехать на крайний север, не надо работать в шахте, сиди на базаре семечки продавать, на печи гореться, получается. Вот на каком основании, почему правительство на всю страну, говорится, объявило, сказала и обмануло шахтерам, и ничего, никаких льгот, ни едины, ничего не произошло. Вот. И еще у нас вопрос такой, на, эти, ну, думе, было такое постановление о коммунальных услугах, вот идет о плате, стопроцентной оплате. Значит, в думе этот вопрос не прошел, не приняли. Было сказано так, что, мол, мы еще в ближайшие 10-15 лет не готовы принять этот проект в повышении коммунальных оплат, потому что мы не в состоянии улучшить обеспечение, обеспечение, ремонт и прочее, и прочее. однако, куда же смотрит правительство, когда на местах местные лазни, в каждом городе, в каждом регионе, они не на кого они смотрели, взяли и подняли квартплату в дел, и так подняли, что полпенсии, да, ну, а то жить больше, входит только на коммунальные условия. А на что жить остальное? Вот почему вот не контролируют это, что на местных регионах же это местные власти сами делают, а правительство не принимало этого закону, чтобы не готово принять. У меня все. Уважаемые товарищи, у всех в руках есть резолюция по правилам вступления России в всемирно-торговую организацию. Значит, есть необходимость в защиту? Нет, да? Значит, позиция наша понятна, сегодня, надеюсь, уже подвучилась, что при существующем расплате сил вступления в ВТО от осуществительного даря по экономике и приучет с собой, он безработный. Поэтому у кого? У кого-нибудь тут принципиально разрешение? Нет, да? Можно принять в целом? Можно. За то, что принять и задел в целом, прошу, чтобы голосовать. Хорошо, опустишься. Против. Выдержались. И я обращу. Пере. Малгородская делегация. Пере. Малгородская делегация. Тимофей, Моисей, Тарлан. Да, я хочу задать вопрос о создании оригинальной комплектации. Теперь имени Усарусов, Попов, Казин. Тимофей, Моисей. Тимофей, Моисей. Так, просьба, товарищи Чернову, выйти к трибуне, подготовиться товарищу Пучкову. Уважаемые делегаты, решите мне сделать то, что не делает для меня выступающим. Пожелите вас поздравить с решением партии. Мы сегодня сделали с вами другое дело. И мы сделали то, чего не доставало профсоюзу. Партийные поддержки. Но мало родить ребенка. Надо его воспитать. Вот это будет зависеть от вас здесь сидящих, кто здесь присутствует неравнодушно к судьбам России. Один великий деятель сказал, что кадры решают все. Да вот сегодня у нашей партии есть кадры. Кадры – это вы. И не надо плакаться. Надо просто взяться, взять и работать. Работать, работать и работать. То, что вы делали до этого, но в новом качестве. Я благодарен органитету органитету за огромную работу, проведенную здесь. Именно эта работа позволила быстро решить быстрые роды ребенка, которые называются партиями. Но заметьте, я хочу вас отзвыкать внимание. Заметьте, когда создавали другие партии, то к ним приходили и поздравляли. Скажите, вы заметили, что ни одна партия существующая не пришла и не поздравляю вас? А почему? Да потому что боятся. Они боятся нас, боятся создания именно нашей партии, которая будет именно осуществлять чаяния народа, чаяния замедляющихся. И потому мы у них, как любых, любых, как разная требовка. И вот, чтобы это в дальнейшем проходило и в дальнейшем, все будет зависеть от нашей работы. И я желаю вам успехов в вашей работе. Что бы я хотел пожелать руководству? А руководству партии я хотел бы пожелать, чтобы она помнила китайскую пословицу, которая говорит, когда ты борешься за драконом, смотри, чтобы у тебя не отрос хвост. Поздравляю вас. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Слово имеет Бычков из вас, Леонид Ильич. Исполнительный директор Руссо-звездного состава России. Подготовится товарищ Иоанна Квинтова. Уважаемые коллеги. Я хочу сказать, вот сидел и размышлял над тем, что вот произошло, действительно, как здесь предыдущий ратор сказал, очень главное событие в жизни профсоюзного движения создание, именно из профсоюзного движения, создание партии. Понимаете, восторжествовала логика жизни. Не может профсоюзное движение, такое развитое, свободное профсоюзное движение, которое существует уже десять лет, а то и больше, где-то десять-двенадцать лет, остаться действительно, ну, не опрямить такую общественную организацию, как партия. Поскольку профсоюз не может жить без поддержки партии, и партия не может жить без поддержки такого мощного рабочего движения. и поэтому еще раз повторяю, хорошо, что все-таки действительно это состоялось, и я тоже самое, как предыдущий ратор, поздравляю вас с этим действительно большим для нас, для всех праздником. Здесь было очень хорошее выступление нашего коллеги, возглавляющей профсоюз, по-моему, 4 лет. Вы знаете, я был делегатом первого всероссийского съезда профсоюза, помните, восемьдесят восьмом веке. Так вот, от авиарвотиков я был действующей лёткой. Такое первое, что я сказал на этом съезде, я выступал. И выступал я именно не по нашим этим всем полям, а у нас очень много в ту пору тоже было в авиации, столько проблем по её. А я впервые тогда выступил на съезде и озвучил проблемы учителей, я авиатор, проблемы учителей и проблемы наших врачей. Вот задумайтесь, если не будет действительно правильно, как коллега сказал, если не будет хорошего учителя, не подготовим мы действительно достойного нашего гражданина, но не будет хорошего ни лётчика, ни работника железнодорожника и так далее и так далее. Вот основа, основа. Вроде бы действительно тогда и заинтересовались впервые на такой трибуне лётчик выступил, я в форме, был в форме, выступил, и все вроде, ко мне подбежали журналисты вроде, почему ты не освещаешь проблемы авиации. Я говорю, я когда уже чувствовал, хотя собственно, ну что такое вот это выступление моё? Никоим образом, я думаю, что здесь не повлияло, конечно, на судьбу, к сожалению, не медиков, вы сами знаете проблемы заработной платы. А поэтому с созданием данной партии, я считаю, честное будет сотрудничество всех свободных профсоюзов из данной партии. И мы, я думаю, обязательно плоды нашего труда будут видны в ближайшем времени. Всего доброго. Спасибо. Слово имеет товарищ Анахмедов, белорец Ташкиния. Подготовиться, товарищ Анахмедов. Я сказал, слушайте, на другой стороне, вот и мне кажется, если не будет поддержка ребёнку, просто партия будет потихоньку набирать. Мне кажется, Олег Васильевич, нужно поддержка ребёнку, то есть нужно конкретнее поддержку ребёнку, чтобы они чувствовали, чувствовали поддержку ребёнку, чтобы они могли добираться на вас. Должна быть опора какая-то на Москве, примерно на Москве. Все? Слово имеет товарищ Берман, Нижний Новгород, Сустров. Подготовиться к товарищу Юрову. Дорогие товарищи, я присоединяюсь к предыдущим выступающим, которые поздравили всех нас с созданием Российской партии труда. И тоже считаю необходимым отметить огромную важность той проблемы, которую подняла Даша Гидовна Бородина. Это проблемы наших работников образования, вообще проблемы нашего российского образования, но немножко с другой стороны. Я хотел бы обратить, только немножечко обратить внимание на то, что проблемы образования, проблемы подготовки нашего молодого поколения, это в общем-то проблема геополитической устойчивости нашего социума. Поэтому эта проблема выходит далеко за рамки и трудовых отношений, и тем более проблемы чисто, что ли, сферы образования. Это геостратегическая проблема, поэтому необходимо на нее обращать самое серьезное внимание. Но я хотел бы посвятить свое выступление краткой отводщику. Уже сейчас идет разговор о том, как же работать в нашей вновь созданной партии, и как работать нашим свободным профсоюзом в условиях принятого нового трудового кодекса. Я должен сказать, что вот тут товарищ из Астрахани выступал насчет работы с населением, чтобы как-то активизировать население, мобилизовывать его на некоторые действия, призванные решать состоящие перед профсоюзным движением задачи. Я бы не рекомендовал, я бы не осмелся говорить о том, что здесь нас могут ждать какие-то серьезные успехи. Крубок, но, к сожалению, анализ показывает, что относиться к этим ожиданиям нужно весьма скромно. Вряд ли стоит делать упор на то, что удастся подвигнуть более-менее заметную часть населения на какие-то осознанные, согласованные действия в том направлении, в котором мы планируем. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что существуют и достаточно эффективные другие методы работы, которые позволяют малыми силами добиваться весьма ощутимого воздействия как раз в нужном нам направлении. И вот в качестве одного из примеров, который мне не так давно пришел в голову. Как известно, в новом трудовом кодексе есть раздел «Персональные данные работника», там написано «Защита персональных данных», так-то по-иезуитски. То есть работодатель фактически получил право собирать на работников легальное досье. Ну что ж, хорошо. Но кроме работника еще существует и работодатель. У него тоже есть персональные данные. И кто мешает работникам собирать досье на работодателя? Естественно, тем, которые в отношении работника ведут себя, скажем так, неприлично. И это будет легче. Потому что работников больше, чем работодателям, и собирать, а работодателям эту информацию легче. Причем собирать ее не так, чтобы она пропадала. И не так, как вот сейчас это есть на одном интернет-сайте, просто собираются вырезать, как вырезки из газет в электронном виде. А информацию более систематизировать, чтобы, допустим, работник, который захочет или найти новую работу, или поменять место работы, мог не идти на огонь лазеря куда-то, иметь возможность прийти и, как говорится, пробить по компьютеру, посмотреть. Ну, естественно, при соблюдении определенных условий, не тянется ли за данным работодателем, за данной фирмой или за конкретными начальниками какого-то нехорошего шлейфа, например, в виде доброго десятка проигранных им работодателям трудовых споров в судах или еще чего-нибудь. Я надеюсь, что это будет достаточно такой ощутимой мерой, которая все-таки позволит работодателям не так наглеить. Но, со своей стороны, что могу сказать? Сделать такой программный продукт, когда я консультировался с программистами, это вполне реально. Это проблема двух-трех недель. И сумма, которая требуется для этого, называлась у меня такая смешная, что с меня взяли слово, что я не буду ее озвучивать через микрофон, чтобы того программиста, его коллеги не побили за дейтинговые цены. Но кому-то так в зале могу сказать, но это очень смешная сумма. Если это получится, если будет решен вопрос с финансированием, то буквально где-то к началу февраля этот программный продукт уже можно будет получить и можно будет начать его опытную эксплуатацию. Так что в каждом регионе где-то в ближайшие полгода уже можно будет на любой старенький компьютер установить эту программу и собирать такие базы данных. Ну вот я Сергею Владимировичу Храмову передал более пространную пояснительную записку, поэтому на 200-200 октан расписывается, что, как, для чего и какого этого следует ожидать. Поэтому просто вот предлагаю иметь в виду, что существуют еще и такие методы работы. И кто проявит к этому интерес в регионах, то можно это, пожалуйста, сделать. Причем, если эти базы данных будут сделаны на базе одного и того же программного продукта, они могут быть легкостью интегрированы в федеральную базу данных. Вот и все. Собственно говоря, надо посмотреть, подумать. Можно еще что-нибудь придумать подобное. Вот малыми силами, но так достаточно ощутительно будет. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Идея по скорую банку данных работодателям, мне кажется, достойна, чтобы вообще вошла в пресс-релиз. А в ходе работы СИНС-то и принято решение. Значит, с того времени у нас товарищ Юров, торгов соцпром, а в связи с ним товарищ Солоков. Вот и просит учить, что мы, как бы главное, после обсуждения вопросов партии на строительство, переходим уже к нашей работе в условиях Ново-гудового кодекса. Здесь, если вы не платите еще раз ваше внимание, займу я. И я с Василием Владимирович тоже хотел бы рассказать. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые друзья, все, что здесь я слышал, ну, я поверю. Но мне непонятна позиция одного из предыдущих арабов. Он сказал то, что партии на строительство и сотрудничество президента. Ну, я скажу, президент – это гарант нашей Конституции Российской Федерации. В каких гарантиях вы сейчас получили, вы все знаете. Уже товарищи наступали, говорили о тех гарантиях, рабочих человек, которые наступили. Извините, пожалуйста, я не испытываю уважение к нашему президенту. Как вы хотите, товарищи, это радость. Во-вторых, да, партии надо строить, партии нам делать для того, чтобы у нас не был один товарищей, а были, так сказать, наши представители попадали во все законодательные органы и могли влиять на те законы, которые, собственно говоря, издаются в нашей стране. Это правильная позиция. Но в существующих условиях, в существующих условиях, по моему мнению, даже этого законодательства, которое сейчас сделано, может быть, у нас в свободном профсоюзе выпадает такая редкая удача долбить его на ПР по всей форме. Я уже об этом думал, что делать нам в свободном профсоюзе, у которых меньше 50%, естественно, коллектив вступает в наш профсоюз, там не боятся. Надо простую позицию занять. Так как мы все-таки будем представлять интересы определенной группы людей, а сами не можем заключать коллективные договора, значит, поручаясь это заключить коллективные договоры на ПР, значит требовать от них контроля в его исполнении. И писаные в виде в любой форме от них требуют выполнять своих обязанностей. Если они это не выполняют, скрываться на то, что профсоюз, по инициативе которого, собственно говоря, законодательные акты создаётся на всех предприятиях, не несёт свои защитные функции, и обращаться к уважаемому президенту. Помоги, пожалуйста, господин Путин. Да, вот такую позицию везде надо держать. Писку туда это и именно на господину Путину, нашего великого гаранта, нашей родимой конституции. Вот это у меня чёткое предложение. Хотите вы со мной соглашаться, хотите и нет, но это всё-таки немножко освежит голову нашему уважённому президенту. Он пускай не забывает, что хотя он и старый в буржуазии, но голосует за него народ. И будут следующие выборы, хотя и будут кричать на всех угла, что он хороший президент, я за него голосовать не буду. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый товарищ, партия создаётся для идеи неполитической борьбы, и наша партия создавшись уже одну очень выиграла важную битву, это идейная битва, потому что мы выдвигала такой трудовой кодекс, который вплощает себя самих вечериной идеей. Здесь принималось, что выступление за такой кодекс поднимает, даёт на крылья, а наши противники, безусловно, посрамлены, потому что вырезать с идеями, вырезать в два крутящихся в 21 веке постыдно просто. И идеи на них не проиграют. Они могли сдать нас в голосовании, финансами и так далее, но только не идеи. Я думаю, что здесь залог наших будущих побед, хотя, может, в практическом плане, эти победы наступят и не скоро. Но, между прочим, идея 8-часового рабочего дня была выдана еще, так сказать, в 19 веке, а выпущена 50-60 лет спустя. Но, тем не менее, она была прогрессивной и она обязательно вошла в жизнь в необходимости. Точно так же будет с нашим кодексом, который воплотил в себя все передовые идеи. Но для введения этой политической битвы мы должны использовать все иные ищущие нас средства. И я тоже согласен с теми, кто не плачет, а действует. И наша партия, в же момент своего создания, очень активно использовала все то, что она имеет. Я имею в виду нашу печаль. Газета «Народная правда», общественно-политическая, российская газета, опубликовала наш кодекс и сделала его фактор политической жизни. Потому что все остальные, вы помните, депутат Георгиевский носился с кодексом и грозился его обнести и так далее. Но они не стали фактором политической жизни, они не влияли новому людей, потому что они не были опубликованы. А газета «Народная правда», десятки тысячи мембляров, я тут хочу поблагодарить и организацию Докеров, которая профилансировала издание этой газеты, разнесла новой кодекс по тысячам правдков. И все могли ознакомиться и высказать свою позицию по отношению к кодексу. И позиция была, конечно, в основном позитивной. Мы это прекрасно знаем. Не менее активную работу вела газета «Рабочие силы». Мы это знаем только с определенного периода, практически каждый номер был в той или иной форме посвящен проблем трудового кодекса, что также возбудило большой интерес у работников. И наши работники, пожалуй, впервые привели живой интерес и участие в такой крупной политической компании. Впервые благодаря усилиям этих газет. Но я не могу не отметить, но должен отметить ту большую роль, которую сыграла газета «За рабочие силы». Действительно, с 95-го года, пожалуй, нет ни одного номера, где бы газета «За рабочие силы» в той или иной форме не поднимала вопрос о продвижении прогрессивного общепрофсоюзного трудового кодекса. Вот предпосылки нашей идейной победы, предпосылки того, что за нами уже пошла значительная часть работников, а дальше пойдут еще больше людей, которые на ломбуте общества, а не только по нашим родителям. Я думаю, что оценив о роде, которое мы имеем в виду, я бы сказал, победоносную борьбу, еще раз говорю, в идейном плане, она безусловно победоносная. Мы должны закрепить эти достижения. Я бы, например, предложил на рассмотрение нашего съезда и Северального Совета такую идею, что газеты «Народная правда», «Рабочая сила», «За рабочие тело» должны стать газетами нашей партии. Я думаю, что это стоит. Проглашение. Голубий пейс Сергей Владимирович Крамов, а затем шею. Уважаемый товарищ, Виктория Кружева у нас в 7 часов. Вот, поэтому, понятно, да? Можешь поговорить. Кстати, вступила информация, что ТВ-6 уже показал у нас шею. Да, да, почему и правда, что мы имеем перспективу иметь чистость больше, чем ОКПР. Давайте, пожалуйста, сказать, что... Мы должны понимать, что создание партии как таковое еще, в общем-то, ничего не означает. Кроме того, что мы создали партию, получили возможность и юридическое право заниматься политической деятельностью. Дело в том, что есть партии, в которых люди рубутся, партия власть, партия только создает. То есть мы должны с вами решить главный вопрос. В чем мотивация членов нашей партии? Понятно же, что только лишь какая-то идейная близость не дает того понимания, зачем человеку вступать в ту или иную партию. Ясно, что у партии власти мотивация совершенно очевидна. Ты входишь в партию, соответственно, ты в один боку приближаешься к власти. Ну, раньше было еще более ясно, было понятие номенклатуры, да? Что у нас? Мы являемся партии, которая ставит жизненные, повседневные интересы работы. Мы не можем прямо сейчас взять и кому-то что-то дать. Мы можем сказать, что когда наша партия будет сильная, более сильная, чем сейчас, мы сумеем гораздо более эффективно решить проблемы каждого отдельного человека. То есть чем больше у нас членов партии, тем быстрее и лучше мы решим проблемы каждого отдельного человека. Независимо от членов партии, то делаешь, конечно, и это будет наша партия. Сможет быстрее проблему решать. То же и та же, как чем больше в профсоюз, тем быстрее он решает проблемы каждого отдельного членов партии. Это одна мотивация членов партии. Вторая мотивация членов партии, что мы действительно имеем идейные позиции, которые должны близки большую массе населения. Но для того, чтобы завоевать это доверие, для того, чтобы вещество внести то сведения больших масс народа, что вот мы есть и что мы работаем, мы должны работать. То есть ждать, что он будет выбор, мы получим какое-то время там на телеэкране, мы ему нужно рассказать о нашей программе. Это все глупость. Это еще раз, что партия должна быть активным, действующим лицом социальной политики. В каждом субъекте федерации, в каждом городе, в каждом районе. Партия должна иметь место. Если, например, в каком-то районе не платят зарплат учителям, учителя обращаются в региональные отдельные партии, региональные отдельные партии либо на своих средствах, либо на федеральные средства, вколачивает летучий отряд, уже без 50, кто приезжает в этот район, вместе с местными учителями, идти в издание, работать так, чтобы начательный выйти не мог, пока деньги не отдал в существе. Тогда наши партии, где будут издания, в реальном защитнике работников, и в 2-3, с которого вступать в нас. Мы должны делом показать, что мы отвечаем на всех других ползунок, мы занимаемся делом, соответственно, чем больше людей будет в нашей партии, тем быстрее вы решили проблемы каждой неделе. При этом, естественно, ни в коем случае не надо прибегать к каким-то противозаконным методам. Хотя, конечно, понятие ненавышения закона и соответствия закона – две большие разницы. Теперь о том, что мы сейчас имеем в листу главного кодекса. Как вы знаете, его активно лагировали, наш Марк и Сайд и их команда. Очень долго бегали и кричали, что вот, наконец-то мы этим кодексом задаем этот французчик. Собственно, в этом классе сделать, что они соглашаются на правительственные варианты правового кодекса, а сайтов правительства разрешают им ввести монополию в профсоюз. Но они таким топорным путем пытаются проблему решить, что ударили в общем сайты в себе. Вместе с тем, нам, конечно же, необходимо выработать какие-то конкретные меры по тем условиям работы, которые появляются у нас, я думаю, что в случае, не столько фактов, а профсоюзов, здесь в новом кодексе. И здесь, что мне кажется, самое важное. Это то обстоятельство, что новый кодекс не отменили другие действующие законы. Новый кодекс отменил только действующий экзот и законы обнесения в этот экзот поправа. Не более того. То есть закон о полдоговорах остался в силе, закон о полдоговорах остался в силе, закон о профсоюзах остался в силе. Единственная строчка в кодексе, в труде, о том, что все другие законы действуют в той части, которая не предоставляется в Кодексе. Вообще говоря, это строчка противозакона. По той простой причине, что у нас в стране существует некая нерарка, когда это как? Выше всех. Ерституция, затем идет федеральные администрационные законы, затем идут федеральные законы. Кодовой кодекс, разные другие кодексы, всего лишь один из федеральных законов, не более того. Раз наоборот, есть общепринятые юридические нормы, что при коллизии норм общего специального закона действуют нормы специального закона. В данном случае закон о профсоюзе закон о профсоюзе другими словами, нам с вами необходимо сейчас, начиная с первой, когда поступает в силу новый правокодекс, когда суды, в очередь, читающиеся так не будут в этой ситуации, наработать практику. Практику именно работа на коллизии, на противоречии, на несовпадении и на взаимодополнении норм нового правокодекса и на закона по поводу договора это просто только для профсоюз. Вот, например, о чем лучше сказать. Вот, многие из вас успешно, не очень успешно, правда, не успешно пытаются заставить директора по действующему закону о поводу договора все это переговоры. Не получается. А вот в Липецке только сейчас принесли бумагу, а как бывает аж от того итальянского директора на 100 рублей. Аж от того, то есть мы это будем обобщать. Необходимо, чтобы вы сейчас активно работали именно в этом направлении, что можно вот здесь это обобщить, чтобы каждый вас говорил в своем суде, где вы принесите, а вот вы знаете о том пове, в советском суде, вот такое решать по этому вопросу. Понимаете? То есть вот эту практику, когда суды еще не знают, что делать, именно практику протолкования нового кодекса, вязка следующего закону к нашему кодеку. Я думаю, что будет сейчас крайне важным первые несколько месяцев действия нового кодекса. В любом случае, если между судовым кодексом проектом обвязывающих государств союз помещениями. Ну, сразу маленькая деталь, я подумал вчера на заседании, вот у меня в руках встав состров. Кстати, для наших активистов, это вот новая редакция вставов, последняя, здесь несколько сотен экземпляров, несколько пачек, может, здесь в этом регионе. Так вот, у нас есть такая новая деталь, что при необходимости местных комитетов избирается представитель местного комитета, и членов местного комитета. Значит, я полагаю, что с завтрашнего дня, вступая в силу поправок, встав состров, заключается так, что каждый член местного комитета исполняет обязанность представителя местного комитета. Членов сроков не утражают? Я думаю, тоже такую же вещь могут сделать и другие наши товарищи и профсоюзы. Тем самым, достаточно тупо преодолеваем проблему с голосованием увольнения профсоюзного активиста. И еще, сейчас создается некая иллюзия того, что новый трой вводок запретил деятельность административных профсоюзов. Такая вот идея преподносится через все полосуков. Что на самом деле? И что, мне кажется, вам сделало использовать свои работы на местах? Давайте рассудим так. Надеюсь, вы захажете, действительно, кто это тот профсоюз, который более 50% проводит предприятий, имеет право в дневный перевод. все ясно, там вы закрываете, а он такой ФРНП. Давайте разберемся. Ясно, что деятельность предприятия отнюдь не дурак в большинстве случаев, да? Ясно, что тратить деньги пустую он не будет. То есть, зачем сейчас деятельность предприятия задержит свой профор? только за тем, что он по действующему экзоту обязан согласовывать с профсоюзом два десятка разных правительств. И, соответственно, он должен выделить его правком согласую с тем, что он предложен. Поэтому правком платит в твоем форуме помещения, метра, любовью, патиограмм и чем-то еще, да? Возникает новая ситуация. Директор больше ничего правком согласовывать не должен, кроме уводения отец правком. Вопрос, да, вы не гадите? Зачем правком кормить, да? Естественно, в такой ситуации директор тоже подумают, а зачем, собственно говоря, иметь правком? Тем более, что 31-я сосяд нового правого кодекса говорит, что если на предприятии нет ни одной профсоюзной организации, которой было более 50 процентов работников, то данным голосованием операция коллектива либо делает своим представителем одну из действующих организаций, либо избирает иной орган работы. Чем очевидно, что любой маловаристый соображающий директор очень быстро сумеет доказать, что он в его профсоюзе нет 50% работников, очень быстро пройдет собрание и выберет отбористого профсоюза в качестве производственного совета. Дорог, конечно, Антем беседовал с предприятием союза от Севросмашевского Новикова, так он совершенно точно представляет, что если закон существует силу, на том же автобасе у правкома не будет. Чувствуется, что оставался себе правком уже в областной реформе. Зачем? Зачем директору? Зачем задержать правком помещения в направлении и так далее, когда он может это делать без него? Теперь посмотрим, что такое число в профсоюзе. Дело в том, что только сейчас начался процесс регистрации членов ФНБР и профсоюз. Мы все слышали эту пайку, о том, что на последнем отрезе последних съездов ФНБР его давали пропущен на профсоюз. Николай задумывался над тем, что вообще добраться, но еще можно прокормить ездить, да? Вес что набитит? Так что получается? Оказывается, они уже умудрились кое-где сделать какие-то новые профсоюзные билеты. И вот для демонстрации того, что это есть, они и вели, что по новому билету билет стоят 10 рублей, а при отсутствии нового билета 30 рублей. То есть итог только в нашем процессе. Так вот, дело в том, что все профсоюзы КНПФ отчетнее являются древними профсоюзами, образованные в 905 году. А это, как правило, совершенно новые профсоюзы, юридически образованные 11 декабря 1991 года. А в июне 1905 года. И в данной каждой из них есть такая запись, что прием в профсоюз осуществляет основание личного заявления работника, утвержденного на собрании федеральных профорганизаций. Другими словами, новый правокодекс который ввел понятие подсекновения довольного права зависящего численности членов профсоюза, тем самым этот кодекс дал право и нам, и директорам предприятий проверить численность профсоюза ФНПФ. Ну, естественно, и наши численности тоже. В том случае, если мы заявляем, потому что у нас больше 50% предприятий, если мы этого не заявляем, то, соответственно, проверить нашим что-то не может. Но, если правком ФНП заявляет, что у них более 50% работников, то вы имеете право и самостоятельно, и вместе с дирекцией предприятий прийти в правком и потребность подъявить заявление работника о вступлении в профсоюз. Опять же, не о перечислении взносов, потому что по законам профсоюза перечислении взносов подосматривается не только для членов профсоюза, а для всех желающих влашать предприятие договор. То есть, заявление в бухгалтерию о перечислении процедных взносов не является документом, подтверждающим членов профсоюза. Еще раз, вы теперь по новому кодексу получили право проверить истинную численность профсоюза ФНБ на каждом предприятии, придя профсоюза и потребов показать вам заявление работников на том основании, что наличие в этом профсоюзе более пяти работников данного предприятия умаляет ваши права профсоюза того же предприятия. Понятно? То есть, еще раз, этот закон дает в другом с вами концов форшем арбузской организации. Он дал нам в руки законное право благодаря их численность. Причем не ту, которую дают сами, а та, которая в личных заявлениях работала. И нам, и директорам. Директорам тоже могут в плане этого закона выяснить, что в правкоме, собственно говоря, в своих людей это какие-то есть права, проводят. Что касается забастовок. Действительно, по новому кодексу это делать сложно. Но, опять же, нам необходима будет системная практика на примере того, являются ли нового кодекса исключающими применение новых законов коллективных сборов. Например, тут описано в новом кодексе, кто обладает правом на движение от имени работы. Но здесь нет противоречивых кодекса. Один закон дополняет другой. Здесь ответственно имеет право, а в ползаконе еще и эти тоже, то есть еще в процессе победительности. То есть мы будем в судах требовать разъяснения. Но самое главное, что мы будем проводить наши забастовки, во-первых, на основании действующего закона агрессивных сборов, а самое главное, на основании конкретной ситуации. Входя из того, что забастовка, не бывает законы или законы войсков выигранных или не выигранных. А там просто. Таким образом, мне кажется, с одной стороны, конечно, кодекс очень плохой, безусловно, с другой стороны, мы должны научиться выживать в этих условиях и искать какие-то позитивные моменты в этом самом кодексе тоже. Оставиться на двух позициях. Это вопросы, связанные с нашим правосолюзным строительством, вопросы, связанные с нашим строительством партии. Чтобы ловить не ломалось, начну с именно правосолюзной задачи. Во-первых, тот документ, который был принят в 16-2-ом в декабре прошлого года под именованием правовой кодекс, это документ глубоко внутренне противоречив, который позволяет нам очень замечательно в порядке позиции выиграть процессы суда. Я говорю только один пример. Ну, скажем, тем же самым работникам котельных, работникам градусов и других служб запрошены за поступки, даже если не платят зарплату. Не важно, на две недели, на месяц, на шесть месяцев, на полтора года, а дальше в этом же кодексе расписаны и виды принудительного труда. Это А, задержка зарплатная плата, В, создание условий, когда человек рискует совершительную здоровьем, В, когда нарушаются техники безопасности, в частности, не выдают спецодержку. То есть, тот же самый рабочий котельник, который полтора года не платит зарплатную плату, не может представить работу по требованию ее выплаты, однако может представить ее потребную, выдачуя, скажем, спецзобную или халат. Ну и, естественно, оставить работу, потому что к нему выкутили зарплатную плату. Это только один пример, таких достаточно много. Второе. Что касается того вольнии, я обратно внимание на следующие обстоятельства. Несевидно, у нас все члены, не только все члены правкома могут быть заместительными председателя правкома, но и все члены профсоюза могут быть членами профсоюзного комитета. Совершенно очевидно. Более того, в новом конкурсе есть новое, по которой вот это вот как бы гарантия от увольника заканяется за бывшими членами профсоюзных комитетов, то бишь причитаясь за предыдущими куплетами. Что мешает нам праву профсоюзного учебы, чтобы все наши товарищи более так детально могли вникнуть в работу предыдущих органов профсоюза. Каждую неделю будет профсоюзное собрание с пересправить полностью состав профсоюзного комитета, чтобы все были либо доничными, либо бывшими членами профсоюзного комитета. Это большинство этого для рекламы. Если они выступают с нами, как выражается один мой короче, товарищ по беспределу, что мешает нам делать таким же образом совершенно ничего. Никаких параметров у нас в отношении к нашим оппонентам нет и быть не может. Я бы хотел заметить на том, что там вообще есть удивительные вещи в подписях. Ну, например, мы все помним 29-ую статью, часть 2-ую действующего о том, что в случае смены баланса держателя коллектив переходит автоматически на работу к новому манкеру, к собственнику, к новому аридатору и так далее. Теперь уже аридатору перейти на работу нельзя, то есть трудности не надо будет пробивать или поправку на фонд, но там записано следующее содержание, что работник продолжает трудовые отношения в случае смены собственника имущества предприятия. Не собственника предприятия, а собственника имущества предприятия. Допустим, на предприятии есть машины, это имущество. Если машина у меня есть собственника, соответственно, должны согласить водителя передать новому собственнику водителя. И вот такие дикие вещи, которые там прописаны, давайте их использовать. Я могу сказать, что сейчас, который, соответственно, спрашиваю, я думаю, что аналитический материал на место поступит. Кстати, надо смотреть в том числе и некоторые вещи на этих законах, которые сохраняются. допустим, по-новому кодексу нет уже право-веданное двора, всескание в отношении профсоюза третий рвнов. Эта норма есть закон о профсоюзе. Она не ликвидирована. И мы можем ей пользоваться. Более того, теперь у нас есть возможность даже в самых наших маленьких профсоюзах мотать нервы по НПР и вводить состав колдоборных комиссий. Понятное дело, что это не имеет принципиального значения, потому что большинство в комиссиях по заключению колдобору будет за предприятие, что не один представитель других профсоюзов. То есть, минимум, два человека. Если на предприятии встречи на профсоюз, значит, два и никому выйти за против обвести ему будет. Теперь, что касается против нашей работы, первое, конечно, вопрос связан с мотивацией честных партий, потому что это проблема самой главной. Во-первых, понятное дело, что наша политическая организация ставит перед собой задачу от состояния продолжать право идти. Есть другие вещи, которых мы реально сегодня добиться практически не можем. Мы говорим, что люди понятны, которые можно декларировать. Скажем, наши самые новые тарифы за разный парень. Чтобы не было ситуации, когда человек получает 20% тариф или оплат, а вы здесь 20% приемли. По принципу хочу дам, хочу не дам. Кто это, кстати, продолжает? Никто. Мы будем единственной организацией, кто об этом говорит. Это уже само по себе. То, что с людьми не может быть незамеченным. Но я бы хотел остановиться к другим остальным. Действительно, сегодня у нас будет минимум два выступления освещающие другие направления работы нашей политической организации. Первый пенсионер. Пенсионер это бывшие трудящиеся. Пенсионер это те, кто фамирует состав людей, которые ходят голосуют на выборы. Пенсионер это люди, каждый из которых убежден и, кстати, справедливо, что лично его, как и прочим всех остальных, обманывают при начинении пенсии. Вот сейчас будет у нас новый вопрос о том, как же его полковать, а может помочь и ногу противоречить. Ничто не мешает нам, скажем, из центра заплатить нематериал на места, чтобы можно было людей и помогать. Ведь колоссально есть ниши. И неслучайно партия пенсионеров она все время смогла достаточно прилично подняться на поверхность, даже независимо от той финансовая наказчика, которая в нее шла. То есть колоссальные просто людей, чьи права еще не существенно наружные. И мы можем выжать нашу продажу. И действительно, даже ситуация тоже показывает, что люди, которые понимают, даже Савасява, Дмитриева, они в этой части мы готовы давать какие-то контенты нашей инициативы, которые они могут быть воспринимы. Причем, кстати, будет накопитель интенсионной системы. Опрос клиента, вопрос научный рамоник. Я сейчас не буду с нас такой накопитель интенсионной системы, поверьте, там будет еще прийти. Которые уже сейчас начинают возникать. Еще вопрос. Уничная торговка. Он тоже наш вчерашний торговщик. Причем, мы все прекрасно понимаем, что самые такие активные, ну, может, кто-то из панедарта, люди, предприятия, сошку, по шику дональти. Потому что на заводе, который еще работал, который не обоцовался, получать было нечем, потому что в школе заплаты не платить по полгода. И люди пошли работа с дональти. Поэтому любое повышение, там, где-то классно совместность, провожаете чем? Массовер, чтобы неудачно торгуются. Они подходят к каждому городу. Помните, что было несколько лет назад, когда пытались вести контроль наградцевой машины. Кто этим занимается? Союз права всех. Вот уж здесь связь на организации, действующие в интересах мелкого вычетного бизнеса. Организация, которая всюду стремится поставить супермаркет, которая зависит от крупного капитала, а нам, собственно, почему здесь не работать? Вот сегодня здесь Геннадий Александр появлялись структуры, которая будет домогаться от его получения быстры. Можем это распознать данных, можем вводить замещение купли, потому что крон заинтересован, чтобы у них была соответствующая фрошура монетическая тормозка им оставить свои интересы. Кроме нас никто не делает полноцально, опять же у нас людей это миллионы с не десятки миллионов по стране. Наши люди, наши люди. Кстати, партийных руководящих структур, оно не выборное, к этому же надо подвигаться. Это вопрос в том числе и вопрос национального развития. Нас получается, кстати, профсоюз очень часто как бывает на всех краях, что на уровне активистов, рядовых активистов, преобладают женщин, на уровне руководства там совсем направо. То есть мы значительная часть интеллектуального потенциала, энергетического потенциала людей, ее просто не используют, кто и даже очередь станет. Никто. К примеру, лаковой женщины России, что такое лаковой женщины России, все равно известны, зачем они любви сидели, все поняли в 95-м году, когда они слепо голосовали на все, что предлагалось правительство. То есть на самом деле здесь есть очень много направлений. Теперь конечно возникает вопрос, а где создать некие ресурсы, в том числе финансовые, что можно было не только делать, а что понятное дело, ни одна машина не едет без бензина, ни одна пара не работает везде. Но никто бензин не знает, чем у него. Это понимать, что мы сможем здесь ориентироваться на лучшее наше положение, лишь когда мы не просто были училищные съезды, а у нас будут структуры численности более 100 человек, а еще лучше более 200, 300, 500, 1000, более чем мы это можем сделать. Это вполне приятно. Другой вопрос, что мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело с такими управлениями юстиции, которые тоже делают без регистрации бизнес, говорят, ваши документы зарегистрированы не так, а вот так мы сами вам сказать не можем, здесь угол есть одно юридическое контроле, вам там что напишут. Ну понятно, там не по том деле, с другим, но понятно другое, что у нас будут регионов особенно там, где существует как-то такая ханская власть в первую очередь в нашей республике, ну и некоторые области кстати тоже, мы проводимся детали, надо очень быстро сразу осуществлять создание местных организаций, цель обязанного, мы очень согласлать типовые документы на места, что проводить такие учредительные местные собрания, подавать документы на регистацию, действовать местным организациям, что совместей является, кстати говоря, уже информационным поводом для работы, уже информационным поводом для того, чтобы работать средство массовой информации. И кстати посредством массовой информации я просто хотел бы заметить, ведь кроме телевидения, который никому не карман, есть радиокомитет, в котором в принципе размещение колького договора информационного обслуживания не ど SIMP очень заработает по пластям региона. Но именно радио служит в огромной массой недель сам пенсионер телевидение так обычно еще и за счет чисто политический колпакт на радио гораздо меньше поэтому эти вещи только можем использовать нам очень важно то чтобы сейчас начиналась работа на места первое время будет именно работа такая как в административных связанных документациях но без нее мы дальше не подминемся все наши сегодняшнее мероприятие будет бессмысленно в течение полугода мы не зарегистрировали кто будет зарегистрировать нам нужно с ней не кончится в каких регионах каждой численностью по 100 человек кстати говоря вот что-то не случайно ТВ-6 сказал что он почистил все ваши данные скопараты да вы думаете только недвижимость? нет он официальный численность скопарат после регистрации перерегистрации 105 тысяч человек можем такую планку поднять еще дальше? можем вполне и кстати реально единственная организация которая это может реально сделать снизу и вообще мы единственная организация которая создается не только кентом а там московским финансовым полугодом, да, а с Аликтурией естественно такой другой партии стране нет и поэтому у нас то есть реактива очень сильная она будет сказать что и в Европе тоже интересуются социалистические партии совместной работы единственное они хотят убедить что на самом деле такая работа будет поэтому класс очень большой давайте в управлении действовать, спасибо так, товарищи, нам здесь, ну если кто-то хочет еще выставить по другому кодексу я прошу значит, как это дать понять, а здесь по морозу, да, я так понимаю, да, 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 есть резолюция по реактивизации железных дорог значит, понятное дело, что создать текст можно улучшать есть известный поговорок о том, что лучший враг хорошего, а худший враг плохого поэтому есть предложение вот этот текст учитывая то, что он все-таки родился, и учитывая и корректировку, и извинения кремль, которые излучали, нам принять здесь самые главные сложности вы против реактивизации железки выступаем и против попытки уволить практически треть персонала российских железных дорог возражения будут в принципе? нет не будет тогда кто? есть возражения? извините, вы есть возражения, да? как мне сказали, что там можно сделать? а те, кто на том, чтобы поддержать данную резолюцию, пожалуйста загвалили ну конечно, загвалили не по приортизации железных дорог а то у нас же были случаи под названием «О применении силы против рабочих этих проектов» значит, кто захотел бы выступить по кодексу, по нашей работе с условиями нового законодательства или какие-то дополнительные другие предложения и социативы Елена Михайловна, пожалуйста, зрители уважаемые делегаты, коллеги, гости я, в продолжении вопроса обладательной работы в партии в условиях действий нового трудового законодательства хотела бы поддержать вот те мысли, которые были высказаны Олегом Васильевичем и Сергеем Владимировичем по поводу того, что мы для свободных профсоюзов должны как бы облегчить участь и чем быстрее, тем лучше для защиты прав работников пользуясь вот тем, что нам дала Государственная Дума тем, кто дал государство во-первых, тактика партии должна быть очень оперативной и координировать работу профсоюза путем вот выпуска различных брошюр и металлических рекомендаций с таким подходом типа вот маленьких хитростей, которые мы можем применить поначалу для того, чтобы показать, что практически для нас как бы ничего и не изменилось что мы не испугались этого трудового законодательства и мы как продолжали активно защитять интересы наших членов профсоюза, так и продолжаем в новых условиях значит, что я хочу сказать и на чем акцентировать внимание то, что здесь не простучало я проанализировала это трудовое законодательство новое и что интересно значит, в большей части учет мнения по тем или иным вопросам вот в таком законодательстве предусмотрено учет мнения представительного органа работников в большей части, чем выбором профсоюзов органа то есть здесь в законодательстве расписано конкретно тем, чье мнение учитывается по тем или иным вопросам или представительного органа работников или военного профсоюзного органа а где принимает участие орган первичной профсоюзной организации к чему я это говорю? то есть для нас с вами не все потеряно даже в том случае, когда звучит учет мнения представительного органа работников поскольку статья 29 детально расписывает кто является представителями работников в организации и что интересно здесь каждый свободный профсоюз должен в какой-то степени посмотреть свои уставы и свою структуру чтобы использовать этот момент для согласования в качестве представительного органа работников вопрос очень серьезный причем с представительным органом работников а не с органом профсоюзной организации согласовываются те вопросы которые быстро могут почувствовать люди и быстро могут использовать работодатели так например если раньше выплаты стимулирующего характера согласовывались с профсоюзным органом как мы знаем то теперь этот вопрос с учетом мнения принимается представительным органом работников кроме того значит нормирование труда представительным органом работников право на информацию то же самое но если мы обратимся к статье 29 почему я решила выступить и обратить на это внимание то здесь сказано что представителями работника значит являются профессиональные союзы их объединения иные профсоюзные организации предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов чувствуете значит профсоюзы если чисто формально подходить по третьей статье закон о профсоюзах могут быть только общероссийские или межрекиональные а остальные все организации являются организациями конкретного профсоюза так как первичная профсоюзная организация значит территориальная организация какого-то профсоюза то есть там где написано в тот иной момент согласовываться представителями органов 29 статья дает право кому? профсоюзам то есть общероссийские межрекиональные объединениям и иным профсоюзным организациям я повторю предусмотрены уставами общероссийских профсоюзов в общем-то не очень пристрашивает с этим новым законодательством потому что у нас объединение профсоюзов в России и в уставе есть прописаны кто является выборными представителями органами профсоюза у нас есть устав значит и профсоюз общероссийский объединенный профсоюз работник здравоохранения образование культуры городского транспорта энергетики и организация серообслуживания где у нас тоже в этом уставе прописано какие у нас иные профсоюзные органы являются для представительного устава то есть даже в том случае когда трудовое законодательство предусматривает согласование с представительными органами работников опять же это будет согласование с нашими выборными профсоюзными органами соцпрома учреждениям это один момент значит какие же вопросы остаются чисто профсоюзным организациям для учета этих мнений ну здесь по увольнению это ясно значит с учетом мнения выборного профсоюзного органа смотрим то что четко прописано остается на учет мнения выборного профсоюзного органа оно нивелируется другими статьями я приведу пример например значит с выборным профсоюзным органом согласовывается система оплаты и система оплаты и стимулирования труда это статья 135 и в то же время статья 144 дает право работодателю устанавливать стимулирующие выплаты премии надбавки доплаты по согласованию с представителями с представителями органом работников то есть соцпромис так же и так же поскольку у нас профсоюзом значит профсоюз скажут с представителями у нас представители органы зафиксированы в этом самом устаре общероссийского профсоюза посмотрите свои структуры пожалуйста и это будет подталкивать нас к какому-то объединению чтобы мелкие профсоюзы тоже подумали на этот счет значит дальше то же самое по коллективным переговорам здесь уже разговор был на эту тему значит по численности там вроде профсоюзная организация первичная имеет право и в то же время там нивелируется вот этой вот численностью вот то есть я не буду больше останавливаться на конкретных статьях продовольного законодательства как это уже сказано будут методические рекомендации по практическому применению нового законодательства значит свободными профсоюзами и это очень важно и вот сделать это можно быстрее значит второй момент очень коротко по тактике работы партии в условиях много законодательства это конечно предстоять участие выборов это предмет для разговора будет нашего другого съезда где у нас будут списки но тем не менее чтобы мы еще раз как бы прониклись чтобы вовремя созрели до того определенные права этого профсоюза значит во-первых нам нужны те законы которые действительно работают на конкретного человека труда и во-вторых значит нам это нужно для того чтобы вносить поправки уже принятые законы по проправки не прошла, не хватило четырех полосок. Алипомедович, сразу же так, да? То есть это не то, что не хватило санкремных депутатов, просто они отсутствовали на заседание. То есть раз уже такая раскладка есть, у Шмакова, значит, соответствующая мина была на рецепт, вот, то есть, значит, в путь обнесения по праву мы можем то же самое использовать, вот, нашу партию, значит, в предстоящей деятельности такой. Несмотря на вот это новое трудовое законодательство. То есть все потеряно по праву изменения и дополнения. Ну, и это один момент, и второй момент, значит, нужно нам участвовать в выборах, а для этого мы создали политическую партию, для того, чтобы вносить нужные нам законы. Я уже сказала, в ряду на кредитные примеры. Значит, я была на фонаристский слушник, там, по определенному вопросу, по трудовому законодательству, вот. И далее, значит, перечень законопроектов, над которыми нынешний Сады Думы будет продолжать работать. И я не увидела там закона о скорой помощи. В свое время закон о скорой медицинской помощи обсуждался, был развод по регионам, людям отдыха давали все. Законопроект вернее. Законопроект. И вдруг, значит, смотрим, нет вообще вот этим зазывом, думаю, он не будет обсуждаться. Я спрашиваю, а как же так? Мы же вносили свои предложения, вот по пенсии у нас много, по скорой помощи постоянно связали, они интересуются, на какой стадии прохождения этого закона. Так получается, что его даже и не могу внести, этот закон. То есть вот Герсименко, представьте, в детском здравоохранении, сказал бы, ну что вы думаете, нам некогда разрабатывать эти законы. Пожалуйста, пусть кто имеет право законодательные инициативы, они внесут этот закон. А кто имеет право, значит, областные Думы, Думы, студенты Федерации, депутаты Госдумы, правительство, президенты. Вот. И что получается? Даже чтобы предложить какой-то закон, нужно обязательно иметь своих людей. Ну, Олегу Васильевичу, спасибо ему, конечно, огромное, мы, может быть, даже и перегибаем палку, что мы слишком его эксплуатируем, но он действительно единственный человек, который откликается на все просьбы. Одно дело законопроекта – это удел, как говорится депутатом штатской Думы, но другое дело, когда наши члены профсоюза начинают шантажировать такими-то путевками в Энер-Лагерь, и когда мы обращаемся, у нас же есть свои депутаты по нашим субъектам. Ну, не подспомнишься, про взорвку от Олега Дума, ну что вы, депутат этим не должен заниматься, у него этот депутат закрадается органом штатской Думы, все. Вот. Олег Васильевич оперативно дал делу год. Получили путевки, все. Мало того, он поинтересовался, как в полном объеме решен этот вопрос. Может, еще раз кто-то дал, чтобы идти. Значит, одно дело мы от профсоюза написали, приехала комиссия, все хорошо. Другое дело, когда по поручению депутата Госдумы Матвиенко поручил кому-то приехать, то там и в какой раз дому. До тех пор они помнят, и до тех пор сами уже в НПР звонят, поскольку они собственные санатория дяди Анатского лагеря, значит, вам не нужны путевки или там. То есть, благодаря Олег Васильевичу. То есть, нам нужно видеть побольше депутатов, чтобы действительно, ну, дружбу, ну, трудно одному непочатый край проблем решать. И, минут еще последнее, значит, лежит нам в партии наследия таков, чтобы, как Умита Шангидовна здесь обозначила эту проблему, эта проблема равна возможности для женщин участвовать в принятии решений, настоящей принятии решений. То есть, не воевать, вот как, дай Бог здоровья Надежды, Назаровой, Новосибирска, как она отстаивает интересы большинства мужчин в своем предприятии, даже не щеляя своего здоровья. Вот. То есть, это, как говорится, исходя из личных законов, значит, использовать возможности там, выбоспомощные или там какие-то. Но женщины должны участвовать на стадии принятия законов. Потому что женщина, она, Умита Шангидовна здесь уже эту тему обозначила, я не буду долго распространяться, она очень разумно и дальновидно принимает сильные решения, пользует и всегда помнит о конкретных людях, о конкретных проблемах. И нас очень так лучше. Спасибо. Значит, Игорь Васильевич Кудельцов, пожалуйста. Так. Игорь Васильевич Кудельцов, город Новосибирска, Союз защиты труда. Уважаемые товарищи, я не только сопредседатель защиты труда, и секретарь Сибирьевой Федерации труда, я представляю, как вы всегда ученики партии, марсистскую рабочую партию. Значит, ваше отношение к вашей партии вы прочтете в газете «Стачка». А я хотел коротко сказать о том, почему мы с вами потерпели поражение в борьбе за ГЗО. Давайте обратимся к истории. Когда была основа этого ГЗО-та заложена, она была заложена октябрьская социалистическая революция. Мы можем с вами поразмом к этому относиться, но это факт. При Сталине, Брежневе этот ГЗО-тком Сталине, но основу наше с вами право божество там оставалось. Поэтому мы могли бы только тогда оставить этот ГЗО-тк, когда мы не боялись бы перекрывать дорогу и так далее. Перекрывать дорогу мог только один город Российской Федерации, а для рассуждения. Я с июня как уехал из Сибири, так и ездил и искал хотя бы один город, который на это бы отважился. Но, к сожалению, Василий Старцев сказал, что это невозможно. Потому что, если бы один город вышел, Володю Робьеву только посадили в тюрьму. Поэтому, если мы хотим защитить сейчас государственную железную дорогу и так далее, мы должны такую форму работать, не бояться и применять. Я знаю, что в программе Вашей Партии написано о законных средствах. А кто нам эти законы пишет? Кто забирает? Буржуазия. Поэтому давайте сотрудничать. Почитайте мою статью. Она критическая. Потому что, как сказал еще такой большевик товарищ Мясенников, критика того премиционера. Я вам желаю успеха. Желаю, что вы все-таки стали на революционной позиции и не боялись идти против закона. И вот тогда мы будем с вами как один кулак или криваль, не бояться. Если будет один такой город в стране, то мы потеряем и железные дороги, и законопроцентных и так далее. Желаю вам успеха. Всего доброго. Спасибо, Евгений. Акасий, председатель профсоюза Корняковых. Значит, у меня только реплика небольшая. Всего устали, конечно, все, значит. Недавно, перед вторым чтением мне пришлось участвовать, то есть довелось мне участвовать в круглом столе. Значит, Сайкин вел круглый стол и пошуток. Благодаря, значит, конечно, Олену Васильевичу и Сергею Владимировичу. И что я слышал? У вас вообще была в основном наука там, значит. Все говорили, что каждые свои замечания по каждому разделу КЗОТ и так далее. И только из двадцати выступавших двое, тоже крупных ученых, значит, сказали о том, что у КЗОТа нет защиты. Вот если мы сейчас говорим о том, что вот неправильная там увольнение, неправильная статья какая-то, так, нет защиты КЗОТа, нет ответственности за его невыполнение. Не будет выполняться вообще ничего. Вы знаете, как сегодня тут выполняется? Все уже, наверное, суды проходили. И, соответственно, значит, каждый, даже маленький закон, чтобы добивались в свое время, вот очень, когда начинали свободные профсоюзы, коллективные договоры, законы о коллективных договорах, они имеют хоть плохую, очень слабую, но защиту, штраф директора, там, значит, еще что-то, то есть, да, страниц работы, хотя это может очень тяжело завершить на практике. А у ЗОТа нет ничего. Такой главный закон. Я предлагаю, что, значит, наша партия закончится вот формирование всего, значит, и надо сразу вносить вот эту вот защиту или в виде отдельного закона, или в каком-то законодательном, значит, документе вот эти вот вещи. Потому что никакой закон не будет выполняться, если он ничем не защищен. То есть, все смеются, все весело, кроме нас. Все, спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, оно у нас все подходит к завершению, но я хотел бы все-таки в рамках заключительного слова еще раз остановиться на некоторых аспектах, связанных с нашей правосоюзной действительностью. Потому что пока были выступления, некоторые изображения пришли дополнительно по поводу нового кодекса, что имеет значение. При забастовках, я пришел ваше внимание на это обратить, минимум необходимых работ согласовывается, именно согласовывается, не учитываясь мнения, со всеми союзами и союзами и союзами обеспечивающими возрастами. Причем на основании предприятия минимум не может быть шире, чем на новой федерации. На это отводится полгода, то есть спустя шесть месяцев любая забастовка наша может быть совершенно спокойно проводиться в любом размахе. То есть сколько не будет согласованного с нами по данной области, минимум необходимых работ. Второй момент, который тоже хотел сказать, то есть по учителям. Я уносил внимание учителей на то, что им очень не повезло, что когда-то из тех университета путь этой истории вышел господин Саев, потому что у него, видимо, создается какая-то большая обида за систему народного образования. В итоге именно учителя получили совершенно безпериодичные и перечень основания для увольнения, в отличие от всех рабочих. Потому что если по рабочим, по рабочим персоналам основания для увольнения нарушений вставочков, в таком группе нарушений вставочков, вы понимаете, каждая администрация, каждый ВРО может вставить и писать отдельно. Поэтому без помощи неважно сейчас в нашем военном союзе добиваться, чтобы эти позиции, которые касаются международных отношений, они именно согласовываются с нами, потому что иначе будут совершенно безграничные критики. Что касается, кстати, решения зоны срочных контактов, тоже, которые спадают соображение власти, то что потом может пригодиться, как ни в конце. Значит, там идёт такая проблема, что в случае, если на предприятии объём работ увеличивается не более, чем на год, то могут быть срочные контракты. Какие отсюда идут выводы? Ну, например, в нашей Сахарской области предприятие предвоит что в Сахарской области чёрный круг, да? 50 тысяч баллов. Вот только в том случае можно переводить рабочих на срочные контракты, если администрация в бизнес-планах говорит, а мы будем пожарить 50 тысяч баллов, 60. Но при этом, соответственно, на срочные контракты можно переводить из тех, кто нужен, чтобы эти 10 тысяч новых дополнительно производить. А дальше администрация может дать другое доказательство, что спустя год объём производства вновь снизится. Потому что если будет расширяться, то это увеличение объёма производства идёт более, чем нам. Соответственно, зоны срочных контрактов добыть не можно. Ну и в принципе в продажных контрактах там есть вещи, которые можно достаточно эффективно использовать в ходе того, что они умудрились не написать в вопрос о сроке контракта существенную слове труда. И как говорится, слава Богу. Потому что теперь они не могут изменить существенную слове труда, от их изменения. Там же известная норма, да, если записывается существенное слово труда, человек отказывается от того, что оно было изменено, его выкидывают через два месяца. Они не написали, что срок контракта существенного слова. И наши, соответственно, товарищи, очень выгодно, чтобы в контракте не было написано слово вообще, чтобы слово бесрочно там встаёт. Вещи такие надо на деталях на браках. Поэтому, конечно, по Новому кодексу мы выжим. Что касается ПНП, то вопрос, как бы, зачем они четыре года нужны, становится уже просто чисто территорически, они уже и политически не нужны. Потому что они, гадаясь, поглощены в едином отечестве и, как самостоятельно, организации просто совершенно ищены. Поэтому, совершенно естественно, еще раз хотел заметить, наши партии строятся на профсоюзах. Это еще раз доказать, что любое движение в России, это движение, опирающееся на коллектив, на трудящиеся, в первую очередь. У нас, тринадцатилетние, у сослов, восьминение, у защиты, история существования в качестве профсоюзов и других организаций, как иначе. Мы доказали свою способность действовать в условиях, когда практически всех наших товарищей увольнялись с работы, депримеровали, штрафовали, объявляли в цискании, по несколько раз увольнялись, выходим в случаи избиения, убийства, все это характеристики. И уже если в таких условиях мы сможем работать, то мы сможем работать в любых новых условиях. А это просто очень четко, грамотно действовать, чтобы то время, которое у нас сейчас есть, относительно демократии, которое приходит в стране, оно было максимально эффективным использованием. Поэтому большое спасибо всем участникам съезда, надеюсь, что сейчас не очень устанет заключительной речи, всем удачи, большое спасибо за работу. Аплодисменты встают и двух по победе. Ужин 7 часов. По уставам со спорной, у нас лежат 90... Смирнов Смирнов сошед 10... Значит, в общем, 20-х же это само устава наши, да? Газеты рабочие силы, пожалуй, тоже вот в большом количестве расложенные, несколько сотеных экзаменов, вот там встала, и здесь, надо запросить по регионам. Да, и совет остается, да? Все, в принципе, на этом еще свет закрыт.